Продолжение следует... 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 И тех или иных последствий от несанкционированных действий. Добавляется к этому еще и такая проблема, как достаточно большое количество средств защиты, которые используются в среднестатистической компании. По нашему ежегодному отчету в области информационной безопасности, который мы ежегодно публикуем, более 55% компаний используют от 6 до 50 поставщиков решений по безопасности. И более 65% компаний используют от 6 до 50 различных продуктов в области безопасности. И если вы попробуете во время мероприятия, либо после него для себя провести некую арифметическую операцию, посчитать, сколько у вас используется различных средств защиты, то вы поймете, что эта цифра действительно приближена к реальности, потому что у вас есть средства защиты на периметре. В массе своей это разные средства и фаерволы, и IPS, и контентная фильтрация, и возможно система сетевой безопасности, и песочницы, и антивирусы, и средства VPN, и так далее, и так далее. В внутренней сети, на инпоинтах, на серверах, и таким образом набегает достаточно большое количество средств защиты, от которых поступает немалое количество событий, с которыми надо каким-то образом разбираться. И вот этот такой заплаточный подход к обеспечению безопасности и, в общем, большое количество средств защиты, к сожалению, создают у нас чувство ложной защищенности. И вот мы провели такой блиц-анализ различных исследований, различных отчетов, представленных и компанией ЦИСКО, и другими, может быть, менее известными игроками на этом рынке безопасности, который показывает, что среднее время обнаружения тех или иных хакерских проделок или среднее время необнаружения этих самых хакерских проделок составляет около 200 дней. То есть представьте себе, что в течение семи месяцев, несмотря на наличие достаточно неплохих, возможно, средств защиты, которые в основном сконцентрированы на периметре, мы не знаем о том, что нас взломали, что внутри наших корпоративных или ведомственных сетей орудуют злоумышленники и осуществляют те или иные несанкционированные действия. Все это приводит к тому, что, к сожалению, когда происходит инцидент, мы далеко не всегда к нему готовы. Мы благополучно научились работать с огромным количеством различных событий безопасности, которые поступают либо на отдельные консоли разрозненных средств защиты, либо на наш СИЭМ, но далеко не всегда можем, к сожалению, эффективно бороться с инцидентами, которые представляют из себя совокупность событий, происходящих по некому сценарию, о котором мы даже далеко не всегда знаем, но связанных между собой некой единой целью, происходящих в течение времени, которые мы не всегда можем отследить. Решить эту задачу помогает такое понятие, как security operations. К сожалению, на русский язык переводить это как операции безопасности достаточно, ну, наверное, некорректно, звучит это не очень хорошо, поэтому по ходу нашего сегодняшнего мероприятия мы, наверное, будем использовать англоязычный термин security operations, но если попробовать его все-таки перевести на русский язык, то по смыслу это будет повседневная операционная деятельность в области кибербезопасности. Понятно, что эта деятельность не включает в себя инсталляцию, настройку средств защиты, потому что это не совсем operations. Это те действия, которые, безусловно, очень важны, и от того, как мы настроили, и от того, где мы установили средства защиты, зависит эффективность того, как мы обеспечиваем нашу кибербезопасность. Но это немного остается особняком от понятия security operations, и мы его сегодня рассматривать не будем. И второй важный момент, что security operations – это, в первую очередь, процессно ориентированный взгляд на кибербезопасность, в отличие от привычного, зачастую, продукта-ориентированного подхода, когда мы приобретаем, может быть, даже отличные продукты, может быть, даже продукты компании Cisco, но, к сожалению, не интегрируем их между собой, и средства защиты у нас являются точечными, решающими каждую свою задачу. Целую картинку мы, к сожалению, не видим, и за отдельными деревьями лес нам, к сожалению, не заметен, что и приводит вот к тем семи месяцам нахождения вредоносной активности, незамеченной по статистике различных компаний. Наше сегодняшнее мероприятие как раз посвящено тому, как можно выстроить процесс security operations, как это можно сделать на базе решений компаний Cisco, и мы будем концентрироваться сегодня на вещах, связанных с мониторингом, непрерывным мониторингом состояния безопасности, с анализом того, что происходит с точки зрения безопасности, с реагированием на инциденты, и немного поговорим о вопросах, связанных с инжинирингом, то есть это обогащение данных из внешних источников, так называемый, с Red Intelligence, это платформы, которые позволяют нам выстраивать процесс security operations, и фокусироваться мы будем в первую очередь сегодня на сетевой части, поскольку компания Cisco является лидером именно в области сетевой безопасности, мы поговорим именно о сетевых операциях в области кибербезопасности, которые, безусловно, должны сопровождаться вещами, связанными с безопасностью приложений, но, к счастью, подходы и принципы, которые заложены в общую концепцию security operations, они будут применимы не только на уровне сети, но и на уровне приложений, на уровне бизнеса, составляющей и так далее, что мы оставим, к сожалению, за рамками сегодняшнего мероприятия. С какими обычно сложностями приходится сталкиваться, когда внедряется процесс именно непрерывной деятельности, повседневной деятельности в области кибербезопасности? Ну, во-первых, это нехватка специалистов. По данным компании Cisco, к 2020 году в мире будет не хватать порядка 1 миллиона специалистов по безопасности. С одной стороны, это оптимистично, потому что у нас всегда будет работа. С другой стороны, это, к сожалению, такой некий пессимизм, потому что если мы отвечаем за выполнение тех или иных задач на предприятии, и не можем найти людей, которые помогут нам эти задачи реализовывать, то, к сожалению, эти задачи валятся на наши плечи, и нам надо их как-то решать, что бывает достаточно сложно, и далеко не всегда наши семьи довольны тем, что мы дню и мы ночуем на работе, пытаясь заменить собой не хватающих нам специалистов. Вторая проблема, я ее уже упомянул, это точечность продуктов и статичность продуктов, которые работают независимо друг от друга, которые не обмениваются данными между собой, данными и событиями безопасности, и политиками, и командами, связанными с реагированием, и так далее, и так далее. В итоге, может быть, сами по себе неплохие продукты не дают нам синергетического эффекта, и не позволяют нам выявлять и купировать достаточно сложные, распределенные по времени, распределенные по месту те или иные кибератаки. Конечно, огромное количество сигналов, тревоги, алертов, которые приходят к нам на консоли, либо на одну консоль, если мы говорим о СЕМах, тоже не способствуют эффективной борьбе с угрозами. Мы начинаем просто пропускать какие-то атаки, и даже если у нас выстроен Security Operation Center, о чем мы еще поговорим немного сегодня, к сожалению, это не спасает от тех проблем, которые я назвал, потому что по накопленной нами статистике, и эта статистика подтверждается внешними исследованиями, аналитик, например, первой линии СОКа, который, собственно, отвечает за мониторинг и эскалацию инцидентов, более сложных на второй и третий уровень, к сожалению, пропускает огромное количество событий. В течение 12 минут непрерывного мониторинга, по истечении этого времени, аналитик начинает пропускать около 40% событий безопасности, а через 20 с лишним минут непрерывного смотрения в монитор в СОКе, там, монитор, на котором развернут СЕМ и так далее, мы начинаем пропускать более 90% событий безопасности, поэтому, к сожалению, даже наличие СОКа не означает, что у нас все с безопасностью хорошо, нам действительно, помимо красивого слова, красивой аббревиатуры, необходимо еще и выстраивать непосредственно процесс, о котором мы сегодня будем говорить достаточно много и подробно. Если мы посмотрим на типичный цикл событий безопасности, то мы увидим, что какое бы средство защиты мы ни взяли, NG Firewall, IPS, антивирус, DLP решения, системы контентной фильтрации и так далее, и так далее, они все построены плюс-минус по общей идеологии. Вначале мы должны получить откуда-то данные, то есть либо из сетевого трафика, либо из логов, либо еще откуда-то. Затем мы осуществляем, возможно, подчеркиваю, внешнюю проверку, то есть мы должны подтвердить, что событие, которое происходит, действительно имеет место и оно опасно для нас, а это не ложное срабатывание. Мы осуществляем некий внутренний хантинг, проверяя, имеет ли это событие отношение именно к нам, то есть насколько оно опасно для нашей сети, не является ли, опять же, оно ложным срабатыванием, либо некой веерной атакой, под которую мы попали, и которая не угрожает никаким из наших ресурсов. Мы, разумеется, осуществляем мониторинг всего происходящего. Мы по итогам мониторинга осуществляем внесение изменений в имеющиеся у нас средства защиты, средства реагирования, в процессы, которые у нас отвечают за мониторинг, за обогащение данных, за хантинг и так далее. Возможно, мы запускаем какие-то задания для СОКа, для генерации отчетов, для дополнительных инструментов защиты, и, конечно же, мы осуществляем уведомления в виде либо генерации отчетов, либо отправки уведомлений по электронной почте, либо использования различных чат-ботов и так далее. Все то, о чем мы сегодня, собственно, и будем говорить. То есть, по сути своей, сейчас на слайде мы видим программу сегодняшнего мероприятия. Это вот те ключевые элементы security operations, о которых мы будем сегодня в течение 3-4 часов достаточно подробно говорить. Почему вообще возникает необходимость в security operations? Почему мы не можем возложить все эти задачи на один продукт или на множество разрозненных продуктов? Ну вот если взять за основу, например, продукт класса EDR, Endpoint Detection and Response, у компании Cisco решение такого класса называется Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints, Cisco AMP. В принципе, наверное, ключевые задачи, которые необходимо нам осуществить с точки зрения обнаружения, анализа, реагирования, уведомления и тому подобных вещей, которые входят в security operations, может сделать один продукт. За исключением, пожалуй, блокирования домена или блокирования DNS трафика, с помощью которого, например, вредоносный код взаимодействует с командными серверами. И то EDR у нас в данном случае взаимодействует с внешними решениями, например, с Cognitive Threat Analytics компании Cisco, либо с другими решениями Cisco, о которых мы еще вкратце сегодня поговорим. Но вот здесь мы уже понимаем, что один продукт эту задачу не решает, и нам необходимо эффективно интегрировать EDR, который стоит на оконечном устройстве, на рабочей станции, на мобильном устройстве, на сервере с системой сетевой безопасности, а может быть даже с системой облачной безопасности, получая некий синергетический эффект. Но если мы пойдем чуть дальше и посмотрим на другой пример решения, например, предназначенный для защиты электронной почты, email security, то мы увидим, что у нас только некоторое количество задач может быть реализовано одним продуктом. Это анализ заголовка и тела письма, анализ репутации отправителя почтового сервера, через который проходит сообщение, анализ вложений и внешних ссылок, которые есть в этом сообщении, а также некие действия по отношению к почтовому сообщению либо к вложению, которое в это сообщение у нас есть. Но, например, проанализировать встречаемость файлов в сети, где еще у нас в сети этот файл встречается, email security решение не способно. Для этого необходима интеграция с внешними решениями. Провести ретроспективу, когда этот файл попал вообще в корпоративную сеть или в ведомственную сеть. Email security не способна, потому что оно является точечным. Нам необходимо интегрировать его с другими компонентами, у которых есть эта информация, и на основе уже кумулятивной информации предпринимать какие-то действия. Проанализировать поведение вложения и сетевые взаимодействия, вложения в сообщения в электронной почте мы тоже не можем. Для этого нам нужна как минимум внешняя песочница, которая это будет делать. Заблокировать файл на инпоинтах. Понятно, что решение класса email security не способно. Максимум, что оно может сделать, заблокировать вложения в почте, временно заморозить учетную запись или почтовый ящик, либо вырезать вложения из почтового сообщения. Но если файл уже каким-то образом попал на инпоинт, то, к сожалению, решение класса email security здесь не способно ничем нам помочь. Нам необходимо интегрировать данное решение с средствами защиты инпоинтов. И причем желательно это сделать в полностью автоматическом режиме, чтобы, обнаружив некий вредоносный файл в почтовом сообщении, мы могли сигнализировать всем защищаемым оконечным устройством о том, что им надо бороться с этим файлом, чтобы все средства защиты инпоинтов знали о, соответственно, хэшах вредоносных файлов, о том, с кем они взаимодействуют, эти вредоносные файлы, это командные сервера, с которыми взаимодействуют данные файлы и так далее. Ну и, конечно же, email security нам не может заблокировать те же самые командные сервера, с которыми взаимодействует вредоносный файл, который мы обнаружили как оттач к сообщению электронной почты. То есть вот на этом примере мы видим, что у нас достаточно большое количество важнейших задач, которые связаны всего лишь с одним событием, анализ почтового сообщения, и эти задачи не могут быть решены одним продуктом. Если мы пытаемся для каждой из этих задач внедрять новые решения, новые продукты, то у нас эффективность нашей защиты будет зависеть от того, насколько эффективно мы управляем, взаимодействуем между вот этими разрозненными средствами защиты. В этом и заключается, собственно, идея security operations – взаимодействие, эффективное между различными продуктами, между различными решениями, задачами для эффективного и оперативного управления теми инцидентами, которые у нас происходят. В целом это выглядит должно примерно следующим образом. У нас есть люди, которые отвечают за повседневную непрерывную деятельность в области кибербезопасности. Так называемое подразделение security operations. Они видят на какой-то консоли некое событие. Мы не знаем заранее, плохо это или хорошо. Кого это может коснуться или коснуться, или уже коснулось. Почему произошло то или иное событие? Мы начинаем по данным событиям обращаться к внешним источникам. Когда такой источник один, внешний источник threat intelligence, эта задача вроде бы может быть решена и достаточно неплохо решена даже без каких-либо автоматизированных решений. Но, к сожалению, когда у меня такого рода источников становится достаточно много, а в качестве примера я могу привести, что в компании CISCO в нашей службе информационной безопасности используется более 3000 источников threat intelligence. И понятно, что в ручном режиме анализировать это невозможно. Отсекать ложные срабатывания шум в этих 3000 источниках невозможно. Необходима автоматизация. Поэтому, как минимум, на уровне анализа внешних событий threat intelligence мы должны подключать эффективные процессы, инструменты по автоматизации. То же самое касается с внутренними средствами защиты, которых у нас много. К сожалению, сейчас у вас, наверное, не отображается анимация, которую мы долго рисовали и пытались показать классные фишечки, которые осуществляются в Security Operations. Но я боюсь, что эта анимация отображается с некоторым опозданием в виде уже финального состояния того, что нам хотелось бы продемонстрировать. Вот поэтому я не буду поражать вас нашим умением пользоваться PowerPoint. Перейду непосредственно к следующему слайду, который, собственно, и показывает финальную идею Security Operations как объединение разрозненных элементов как с точки зрения средств защиты, источников данных, с которых мы берем события для безопасности, и, конечно же, различных внешних источников threat intelligence, которые позволяют нам оперативно получать информацию о том, что события, которые зафиксировали наши firewall, наши IPS, наши антивирусы, это не ложное срабатывание, а действительно атака, направленная на нас, и это не просто веерная атака, под которую мы попали под раздачу наряду с другими компаниями, а это именно фокусная атака, направленная именно на нашу организацию. Но если немного пройти чуть дальше, то threat intelligence и обогащение данных с помощью threat intelligence – это не единственный элемент Security Operations. На самом деле у нас данных может быть достаточно много, и действий, которые мы будем осуществлять с этими данными, тоже может быть достаточно много. Это и различные варианты расследования, и различные варианты локализации тех или иных несанкционированных действий, начиная от блокирования хэша и распространения этой команды на все защищаемые устройства, включая мобильные. Это блокирование IP-адресов, URL-ов, доменов, это блокирование порта на свече либо MAC-адреса, это помещение узла в карантин, это блокирование процесса, это временная заморозка учетной записи пользователя, это, в конце концов, отключение всей сети либо сетевого сегмента. В случае какой-то массовой атаки, которую мы не можем купировать с помощью наших средств защиты. Это, конечно же, различные варианты уведомлений, которые могут быть запущены по каждому событию или по каждому инциденту, начиная от банального сообщения электронной почты, которая уходит в сторону администратора, и заканчивая реализацией чат-ботов и генерацией автоматических тасков для security operation центров или для его аналитиков. Ну и, наконец, мы не можем опустить вопросы, связанные с документированием. Это вещи, связанные с тикет-системами создания, обновления, закрытия тикетов. Это обновление плейбуков под те или иные обнаруживаемые нами типичные события и ситуации в области безопасности. Это обновление списка юзкейсов, которые у нас должны быть подготовлены и на которые мы должны, соответственно, уметь оперативно реагировать, не думая в момент осуществления инцидента из юзкейса, что у нас происходит, почему происходит, а самое главное, что нам делать для того, чтобы оперативно купировать ту или иную проблему. Вот это все и есть security operations, о которых мы сегодня будем говорить. И проблема заключается еще и в том, что у нас движение между вот этими элементами, этими задачами, оно может быть различное. То есть комбинация вот этих действий в рамках security operations может быть совершенно разная. Вот здесь на слайде показано их несколько. Один вариант, второй вариант. Понятно, что в ветвлении здесь может быть огромное количество. И хаотично пытаться в процессе реализации инцидента понять, что же мне надо сделать на тот или иной инцидент, мы не можем. То есть мы должны быть заранее подготовлены. В этом, собственно, и заключается правильное выстраивание процесса security operations, о котором мы будем сегодня говорить. Но вот в качестве примера, если мы возьмем только одно событие или один инцидент, анализ файла, то какие действия могут быть предприняты, когда мы получили файл, причем неважно, откуда мы его получили. Это может быть файл, закачанный на флешке, закачанный по HTTP, полученный в сообщении электронной почты и так далее. Обратите внимание, у нас событий может быть достаточно много. Причем эти события, которые мы осуществляем не только с помощью наших внутренних решений, причем это еще не финальный список, но и взаимодействуя с различными внешними решениями. Например, Cisco RedGrid или VirusTotal или развернутая у нас в организации KUKUS NBOX, если по каким-то причинам вы пока не можете внедрить у себя Cisco RedGrid и так далее. То есть обратите внимание, только одно событие безопасности или одно действие безопасности у нас вызывает за собой достаточно большую цепочку того, что нам необходимо сделать. И хаотически это делать невозможно. Поэтому мы должны выстроить целый цикл security operations, который мы сегодня будем подробно рассматривать. Из тех элементов, которые показаны на слайде, это, наверное, та общая картинка, которая должна быть в голове при выстраивании security operations, и которой мы посвятим и сегодняшнее мероприятие, и у нас запланировано еще второе мероприятие в этой серии, вторая часть Cisco Security Operations Virtual Summit, которая пройдет в декабре, который мы посвятим уже не технологическим аспектам, о чем мы говорим сегодня, а вещам, связанным уже с выстраиванием процессов, с составлением списка юзкейсов, разработкой плейбуков, ранбуков, с формированием службы security operations, так называемый уже SOC, и вообще с различными аспектами, связанными с формированием и функционированием security operations center. Сегодня мы, по сути своей, говорим только об одном из этих элементов, в технологическом, который показан в нижней строке, в середине. Остальные шесть элементов security operations у нас остаются сегодня за рамками нашего мероприятия. Мы про них будем говорить уже в декабре, на второй части, где мы посвятим больше внимания именно организационным, процессным вещам, работе с людьми, численность security operations center, для того, чтобы процесс security operations был выстроен наиболее эффективно и так далее. И, конечно же, мы не можем не сказать, что security operations center – это тоже не финальная точка. В идеале, конечно же, у нас должен быть центр, который сейчас модно на Западе называть таким термином как fusion center, когда мы все риски предприятия объединяем под неким единым зонтиком. Но это уже такая вершина пирамиды, мы о ней говорить не будем в рамках нашего security operations virtual summit. Возможно, мы этой теме посвятим одно из наших мероприятий в следующем году, если от вас будут такие запросы. А пока мне хотелось бы показать отличие того, что делает security operations от традиционного подхода с точки зрения безопасности. В среднем, если у нас используются, пусть они плохие, но все-таки разрозненные точечные средства защиты, мы получаем достаточно неприятные цифры как с точки зрения обнаружения, так и с точки зрения реагирования на те или иные угрозы и инциденты. Если же мы выстраиваем нормальный процесс security operations, то у нас обнаружение угроз происходит в непрерывном режиме, классификация, приоритизация в реальном времени, и анализ инцидента, и начало реагирования осуществляется менее чем за час в достаточно крупной территориально распределенной корпоративной, либо ведомственной сети, а локализация угрозы осуществляется вообще за минуты. Вот это то, к чему, по идее, мы должны прийти, но с оговорками на плюс-минус при выстраивании нормального процесса security operations, и задачи компании CISCO, разрабатывая различные продукты и решения, как раз и реализовать данную задачу. К сожалению, это происходит далеко не всегда, и надо признать, что нередко наши заказчики, приобретающие наши решения по безопасности, не всегда их интегрируют между собой, поэтому вот этим мероприятием и следующим мероприятием в этой серии наша задача как раз показать, как можно различные наши продукты объединить в рамках некого целого процесса security operations, которому и посвящено будет наше мероприятие. Как я уже сказал, на следующем мероприятии мы больше поговорим уже про выстраивание организационной составляющей и про то, что такое security operations center и из каких элементов он состоит, и самое главное, поделимся практическим опытом того, как формировать команду, как формировать смены security operations, как обучать специалистов security operations, какой технологический стек может быть в случае с security operations center, начинают с open source стека и заканчивая различными коммерческими решениями и собственными разработками. Про это мы будем говорить на следующем мероприятии. А сейчас мне хотелось бы передать слово Дмитрию Казакову, который в рамках нашей программы, которая отображена вот здесь на слайде, будет освещать некоторые темы, и Руслан Иванов, который будет освещать остальные, как бы, из пяти тем, представленных на слайде, и завершу мероприятие «Сегодня я», последние темы, связанные с уведомлениями, и буквально один-два слайда мы скажем о том, что и когда вас ждет дальше, чему будет посвящен следующий security virtual summit компании Cisco. Коллеги, я передаю слово Дмитрию Казакову. Добрый день, коллеги. Доброе утро. Подскажите, как меня слышно? Так, сейчас мне Алексей передаст хоста, и я начну презентацию. Спасибо. Итак, коллеги, еще раз здравствуйте, меня зовут Дмитрий Казаков, и мы продолжаем нашу сегодняшнюю тематику с рассмотрением каждого конкретного этапа жизненного цикла процедуры incident response. Начнем мы с вами с первой части, которая охватывает захват данных и сигнализацию о нарушениях информационной безопасности. И для начала я бы хотел рассмотреть, собственно, сам жизненный цикл процедуры incident response, либо реагирования на инциденты. Мы сегодня поговорим, как Алексей уже сказал, о части этих процессов, и вторую часть, связанную с организацией этого процесса, мы перенесем на вторую часть виртуального саммита. Итак, жизненный цикл у нас состоит в первую очередь из подготовки, соответственно, подготовки нашего incident response плана, подготовки наших процедур, процессов, ну и, естественно, если он еще не сформирован, то компьютер security incident response team, то есть FIRT, так называемая, подготовка, развертывание инструментария, аппаратного и софтового, включая, естественно, процедуру подготовки и проведение постоянных тренингов и совершенствования бизнес-процессов. Совершенствование бизнес-процессов также у нас и в пост-инциденте, response activity, пост-инцидентной активности, естественно, включено по результатам расследования инцидентов, но об этом мы, собственно, дальше поговорим. Вторая часть – это, собственно, обнаружение, обнаружение и квалификация потенциального инцидента среди огромного количества событий, которые нам поступают, собственно, это одна из задач процедуры incident response plan, это четкая квалификация и обозначение самого понятия инцидента. Мы собираем в данном случае события, их квалифицируем как вредоносные или нарушающие, соответственно, наши политики без информационного безопасности тем или иным образом. На третьем этапе мы проводим анализ, то есть это делается либо нашими внутренними службами, либо, если у нас нет соответствующей компетенции, либо мы можем выполнять в внутренней компании только определенную часть incident response процедур, мы можем привлекать для соответствующей, например, сетевой форентики либо других маловароанализов процедур аутсорсинговые компании, которые могут брать определенные этапы опять же жизненного цикла процедуры incident response на себя. Здесь мы собираем улики с различных устройств. Это сеть, это непосредственно наши хосты. Об этом мы будем говорить дальше, более подробно, в каждой конкретной фазе рассмотрения жизненного цикла. Здесь мы производим, собственно, аналитику и получаем детальные данные об инциденте, что, собственно, было затронуто, как этот инцидент прошел в нашу сеть, какие системы вовлечены и, собственно, была ли затронута какая-то консиденциальная важная информация в нашей сети. Четвертый этап – это сдерживание, то есть мы принимаем меры после проведенного анализа и понимания того, что это за угроза, примеры по оккупированию этой угрозы, по ограничению распространения, по ограничению возможности вывода данных, ограничению синтези коммуникаций. Пятая – процедура восстановления. Соответственно, мы восстанавливаем нашу сеть от возможного понесенного ущерба. В случае непосредственных хаттов мы можем делать там вайп, реимидж, изменение конфигурации, патч-менеджмент, административно-организационные меры здесь тоже могут быть включены. Пост-инцидент активность – это обязательный пункт. Соответственно, мы должны всегда учиться, и каждый новый инцидент является почвой для совершенствования нашего инцидент-респонс-плана, наших плейбуков, ранбуков, и, собственно, пересмотра и, возможно, модификации каких-то шагов. На данном этапе и на протяжении следующих презентаций мы с Русланом рассмотрим процедуры, ну, начиная с 2, 3 и, я думаю, 4. Итак, первое – сбор данных и квалификации. Естественно, здесь возникает вопрос, а что мы, собственно, собираем, какие данные мы собираем. Здесь важно понять, что мы не должны собирать логи и какую-то телеметрию просто для того, чтобы она была. Информация, которую мы собираем, должна быть релевантна, она должна нести какую-то ценность. Соответственно, если мы говорим про Security Operation Center, то, в принципе, сбор и анализ данных – это его функциональное, фундаментальное функциональное назначение. Мы, опять же, здесь важная функция подчеркнута, не должны делать мониторинга ради мониторинга, а проработка системы сбора данных должна быть построена таким образом, чтобы требования технические и регуляторные соотносились с границами нашей ответственности по мониторингу. Опять же, при квалификации источников и типа собираемых данных мы должны задавать себе определенные вопросы. То есть, какие элементы, какие события требуют наблюдения, могут ли они нам привнести какую-то пользу в дальнейшем при разборе инцидента, при анализе активностей. Какие данные собирать и в каком формате их собирать. Соответственно, это очень важно с точки зрения понимания, а как мы их в дальнейшем будем обрабатывать, квалифицировать, классифицировать. Какой уровень логирования нам надо включать? Это различные уровни логов на оборудование. Собственно, мы должны выбирать тот уровень логирования, который будет включать в себя события и ту степень детализации происходящих активностей, которые нам в дальнейшем дадут возможность проводить нормальную процедуру расследования инцидентов. Сколько и как мы будем хранить эти данные, как долго, это, опять же, зависит от требований возможных регуляторов, которым мы должны подчиняться. И, опять же, требования к нашему внутреннему инцидент-респонс-плана, на какую длительность хранения этих событий мы должны ввести, чтобы в последующем можно было откатиться в истории событий назад и провести расследование. Какая нагрузка ляжет на систему? Естественно, что генерация телеметрии, событий из хостов, серверов, сетевых устройств, специализированных в сфере защиты информации, это требует определенной нагрузки на вычислительные ресурсы этих систем, на каналы передачи данных, через которые эта аналитика, эта телеметрия будет передаваться. Соответственно, это тоже нужно применять, применимать в расчет. Какая плотность событий в секунду у нас будет, об этом будет отдельно упоминать в начале следующей презентации Руслан Иванов. И какие у нас есть требования по сбору данных, какие мы должны обязательно собирать по внешним требованиям регуляторов. Как мы их будем оптимизировать и хранить эти данные, чтобы, например, избавляться от дубликатов этих данных, которые могут проходить из различных источников, примерно более-менее одинаковые. Если мы посмотрим на процедуру управления данными, она классически может разбиться на некоторые логические кусочки. Это процедура сбора данных, в нее входят сами источники данных, процедура сбора данных, разбор данных, классификация, парсинг этих данных, его хранилище, компрессия, последующая аналитика и отчетность. Естественно, важным критерием при процедуре сбора данных, управления данных, это то, чтобы все части цепочки имели синхронизированное время, ну, естественно, по NTP. То есть, чтобы у вас не было расхождения во времени и была полная синхронизация событий. Собственно, во рамках данной презентации мы с вами затронем источники данных, их сбор и частично упомянем о процедуре нормализации и партинг. Что касается источников данных, источники данных у нас могут классифицироваться по-разному. Это могут быть источники данных нашей сети, нашей активной сетевой оборудованием, коммутаторы, маршрутизаторы, это могут быть Wi-Fi, естественно, сеть тоже сюда входит. Это могут быть специализированные средства информационной безопасности, которые нанесут более обогащенную аналитику и события более обогащенные, которые уже содержат определенный в себе базовый анализ и, может быть, базовые вердикты, если это продвинутые системы типа IPS или там системы поведенческого анализа. Это, естественно, хосты, сервера, события, которые числятся в security логе, в application логе, в конкретных приложениях. Это мобильные устройства, системы управления мобильными устройствами, системы класса bridge detection и системы класса поведенческой аналитики. Если мы разобьем эти системы или подкласс эти системы более расширенно, то мы увидим довольно большой класс и типы оборудования, которые, может быть, в данном случае включены в список поставщиков ивент-информации. Причем и сами транспортные протоколы, которые несут в себе эту информацию, они могут разниться. Это, может быть, классический CIS-лог, который поддерживается практически всеми поставщиками с событий от гипервизоров, операционных систем, баз данных, серверов приложений до, в общем-то, всех сетевых устройств, которые у вас есть. Это может быть сетевая телеметрия, которая поставляется в рамках протокола, стандартного NetFlow. Причем, если мы рассматриваем процесс информационной безопасности, важно различать те источники, которые могут поставлять несамплированные NetFlow. Чем важен в данном случае NetFlow? У него очень хороший охват, собственно, сети. Да, у вас нету точечного, если мы берем просто межсетевой экран, да, у вас есть точечный, но очень детализированный репортинг относительно всех портов протоколов, транзакций и, может быть, какой-то дополнительных метаданных, которые накладываются. У вас есть хост, который репортит какие-то определенные ивенты. Но, как я буду в дальнейшем говорить, наличие одного источника, это, конечно, прекрасно, но источник может быть компрометирован. Доверять надо ни одному источнику, который источнику улик. А лучше подтверждать это несколькими методами. И сеть – это тот классный инструмент, который нам даст возможность подтвердить на уровне сети ту телеметрию, те сетевые активности, которые мы могли наблюдать, соответственно, в других системах, поставляющих нам данные. Помимо всего прочего, это информация, которая нам может предоставляться в рамках Packet Capture. Это может быть сетевые этапы, Span, Port Air, Span, пакетный захват. Это может быть различные хэш-файлы, поставляемые нам, антивирусными системами, EDR-классы с системами, снятие конфигурационных файлов, слепки и хэштумы, HTML-файлов. Очень большое количество, соответственно, у нас данных может собираться в сети. Вопрос, опять же, в их релеванции. Если мы смотрим на классические системы межсетевого экранирования и Next Generation Firewall, то здесь, если мы рассматриваем, например, ASU и Firepower, классические используемые протоколы для экспорта. Это может быть C-Slog, это может быть NetFlow-based экспорт C-Slog через протокол NCL, это SNMP-трапы, для Firepower это расширенный протокол бинарной передачи, это ES-стример, где уже классифицированы определенные заголовки, и они готовы для потребления уже на всем систему. Это возможные AP. И все возможные API, которые, естественно, не ограничиваются на межсетевых кранах, в других системах у нас тоже имеют расширенный API, об этом мы поговорим дальше. Типовые поля, соответственно, которые мы можем собирать, касаются применения политик для конкретных реакций, политик на конкретные потоки, атрибуция потоков, информация о юзернейме, о количестве переданных данных, о протоколах, номерах, типа приложения, ролевой роли пользователя, его IP-адрес до, после нотирования, информация о пассивной аутентификации, информация о рейт-лимит, срабатываниях и различных движков, которые отрабатывают на DOS-атаке. То есть это больше значительной информации, чем мы можем получить от классического, например, асфертизатора. Мы можем получить, естественно, системы специализированной на информационной безопасности. Собственно, если мы смотрим на то, откуда нам брать данные, вся сеть в вашем распоряжении, начиная от, собственно, нашего активного сетевого оборудования, коммутаторы, асфертизаторы, системы контента, фильтрации, Active Directory, то есть сервера каталогов, элементы центра по обработке данных, это сервера приложений, баз данных, сами сервера, виртуальные сервера, гипервизоры, хосты, облачные сервисы, которые у вас могут обслуживать и защищать в том числе, все может быть элементами сбора данных. Продолжая тему межсетевых экранов, соответственно, и телеметрии, которую мы можем получать по NetFlow, какие дополнительные данные и поля, которые могут нам помочь с точки зрения последующей аналитики и классификации событий, это такие поля, как, например, примененная политика на Flow, Flow был разрешен или запрещен, какое имя пользователя передавалось, какие IP-адреса были до и после, соответственно, НАТО, если таковое делается, что позволяет в результате страстить сессию воедино для последующей процедуры аналитики, это очень важно, чтобы у вас не дробилась сессия до и после НАТО, а из-за разницы сорса или там destination IP-адресов в зависимости от типа НАТО, это очень важные поля, которые могут передавать, в том числе и некоторые системы, ну, например, WebProxy. Если мы посмотрим на протокол D-Streamer, бинарный протокол, вот здесь есть ссылочка, специально ее приверли, для того, чтобы можно было посмотреть больше деталей относительно того, какие поля передаются. Это огромное количество полей, которые может передаваться, например, с цифр Firepower, который ведет в себя огромное количество атрибуций и метод данных, ассоциированных с каждым конкретным Flow, который может разбираться на результате, там, например, в CME, использовать соответствующие правила коррегации на CME относительно определенных полей. То есть здесь намного-много-много больше данных, чем мы классически привыкли видеть в традиционном классическом межсетевом экране. Что у нас получается из расширенной отчетности, в том числе передаваемой по E-Streamer? Это информация по Security Intelligence, попадение в списке блоков Black IP-адресов или доменов по определенной категории, включая эту категорию, в результате Application Inspection с DPI из определения типа приложений, отношение к white list это корреляция событий, то есть информация о событии, которое попало подкорреляционное правило, которое вы сами можете настроить, об этом мы дальше будем говорить. События связаны с обнаружением вредоносного и его активности и распространения, репутационные данные ассоциированные с сессиями HTTP, HTTPS, включая в себя категоризацию бизнес-релевантности и многие другие аспекты классификации доменов, информация связана с Cell Decryption, данные протоколных аномалий, инспекции протоколов, события движка IPS, это отдельные классы событий, данные аутентификации, огромное количество дополнительных метадантов, как вы видели на предыдущем слайде, очень-очень большое количество полей экспортируется. Вот я взял в спланке специально сделал скриншот, на котором мы можем видеть огромное количество полей и на самом деле скроллинг идет ниже-ниже-ниже. Это те данные, которые мы можем экспортировать с, допустим, вот даже одного Next Generation Firewall, что в результате нам дает богатую почву для дальнейшего анализа, для процедуры анализа. При этом эти данные, которые поступают через e-стример, они уже разбиты, их не надо отдельно парсить, как RAW-формат, они уже разбиты на поля соответствующие, их только надо нормализовать. Если мы рассмотрим облачные системы, такие как Cisco Umbrella для защиты DNS-трафика, DNS-трафик, ну, в общем-то, здесь мы можем в целом внести необходимость логирования DNS-транзакций, в Cisco Umbrella вы получаете единый, естественно, сервис защиты и логирования, все транзакции у вас сохраняются, и форматы логов, например, вот я привел типа прокси-логов, DNS-логи, IP-логи показывают вам и сохраняются на долгосрочной основе все активности, происходили по DNS-запросам, по web-запросам, если они попали под прокси, соответствующие атрибуции хостов, имен пользователей, сетей контролируемых, ну, вот в частности несколько вырезок из этого лога, где можно видеть, например, DNS-лог с атрибуцией той группы пользователей, которую мы мониторим, внутреннего IP-адреса, действия там, вот их блокировки разрешено типа запроса, это конкретные могут быть домены, в случае прокси это будут урлы, которые запрашивались, классификации узлов, теги соответствующие, которые мы тоже можем уже использовать на следующей процедуре анализа. то есть это продвинутая уже обогащенная метаданами телеметрия, которая может быть реально релевантной, нести определенный смысл. Она уже обогащена определенными данными, помимо того, что мы будем производить на следующем этапе обогащения. Помимо всего прочего, NetFlow, Syslog, у нас есть еще API. Не надо забывать, что различные системы информационной безопасности не только несут в себе, на текущий момент это является одним из важных требований, критерий, которые подъявляют в частности к системе информационной безопасности, это наличие расширенного API, который позволяет автоматизировать процессы расследования, процессы сбора информации, процессы обогащения, соответствующие, и проведение соответствующей аналитики над данными. Собственно, я привел пример вырезки событий, запроса Security Events через REST API на Umbrella и запрос, связанный с общей суммарными данными по проведенным отчетам. Помимо того, что, естественно, есть очень-очень-очень детальный Syslog, огромный, который тоже поддается, естественно, парсингу и вычленению соответствующих критериев, о которых мы с вами до этого посмотрели, я вам приводил его в виде CSV-вырезки. Что касается коммутаторов, маршрутизаторов, да, они являются важным источником данных. Если мы смотрим, собираем информацию, начиная с уровня Layer 2, мы уже видим такие информации, очень важные, как MAC-адреса, IP-адреса, порты непосредственной привязки хостов пользователей, которые должны нам помочь в последующем для расследования. Если у нас постоянно собираются эти данные, то мы можем всегда сделать трейсинг активности непосредственно до порта, до пользователя, до MAC-адреса в точке времени там, н дней, месяцев назад. Соответственно, в зависимости от тех функций, которые есть на определенном типе оборудования, мы можем получать дополнительную информацию о Layer 2, security инцидентах, утенификации доступа от самих пользователей, если мы утенифицируем их доступ к сеть, по Wi-Fi, по проводной сети, если это там Dota 1X, например. Окинфикация доступа администраторов и их действий, логи аудита, классификация приложений там по N-Bar, который может классификацию делать, продвинутые коммутаторы и маршрутизаторы. Функции, опять же, межсетевых экранов, они тоже есть в маршрутизаторах и в том числе те политики, которые принимаются и ACL-логинг, который мы можем внедрять на этих платформах, как начиная с платформы доступа, так, собственно, из периметральных систем, не специализированных на безопасности, а вот, например, коммутаторов и маршрутизаторов. SNMP-трапы и экспорт NetFlow, флексибл NetFlow, то есть с регулированным набором полей, которым может нам дать больше информации, например, которую мы можем в последующем использовать для поведенческих систем аналитики активности, о которых мы будем говорить дальше. Системы IPS-IDS, как продвинутые поставщики данных, высокоточных данных о вредоносной активности, подпадающей под сигнатурный набор, конкретные сигнатуры, они могут устанавливаться на сети, зачастую они, их установка обусловлена теми критическими местами, где мы хотим проводить соответствующий контроль и аналитику, это классический периметр, система взаимодействия с партнерами, это система доступа к централизованным данным, это ЦОДы, как в общем-то есть в этих системах плюсы, это качественные высокоуровневые события и сигнатурное обнаружение, так в общем-то есть и определенные минусы, да, система классная, они делают DPI, но мы не можем их поставить на каждом конкретном уровне доступа и мониторить эти атаки, которые происходят внутри защищаемого анклава внутри периметра и пока угроза дойдет до них, ну в общем-то она может поразить всю сеть, поэтому это, они зачастую ставятся в режиме спан, тап, но опять же на большой интерпрайз невозможно на каждый коммутатор доступ поставить такое высокоуровневое решение, поскольку оно очень дорого, никакой бюджет это не потянет. Опять же есть проблемы с точки зрения шифрованного трафика, большое распространение там ТЛС 1.3, КВК, комбанью Google и 6С, они подрывают усилия по ManageMiddle, это касается, кстати, функций и WebProxy и Firewall для решения соответствующих задач, мы будем применять, когда мы будем рассматривать процессы аналитики, другие решения. хосты и сервера нам прежде всего интересны EventData, данные систем защиты хостовых, Firewall, HostFirewall, Hips, различные защиты от всего, чего только угодно, анти-анти, все, в виде транспорта, по которым мы можем это экспортировать, это NetFlow, NPS, SLO, какие-то проприятные средства производителя, как правило, хосты и сервера централизованно не мониторятся, непосредственно от хоста эта информация не собирается, а собирается от централизованной системы репортинга того или иного средства управления системой безопасности. Например, если Hips, он туда-то репортит, значит, с этой системой репортинга мы и будем получать эти данные. Мобильные устройства классически контролируются в интерпрайзе через MDM-системы с различными типами подхода, по защите они могут применяться, но я здесь совсем кратко скажу, что обычно системы MDM очень хорошо интегрируются с СИЭмами и могут управлять очень большой, богатый репортинг, с классификацией по полям в различные системы. Здесь, в частности, здесь есть вырезка из MobileIron, они говорят, что отлично респортируют нативно данные в спланг. Bridge detection системы. Огромное количество типов логов, классифицированных по различным типам активности и типам движков защитных механизмов вы можете экспортировать как обогащенные данные уже непосредственно для аналитики. Здесь у вас есть и репутационные данные, и аутентификация пользователей, и аутбрейк-фильтры, реагирование антивирусных движков, категория, категоризация урлов и так далее. Уже обогащенные метаданными эти события могут направляться на анализ. Вот там различным типам протоколов в зависимости от вендор-производителя, если лучше WebSecurity Appliance это SCP, FTP или Syslog. Классические системы Bridge Detection, помимо всего прочего, это Ampore Endpoints. Здесь очень полезные данные может дать систему защиты конечных хостов, так как она ведет полную запись телеметрии относительно всех I.O. процессов, процессов, вывода, которые происходят на конечных хостах, сетевых активностей, их атрибуции к процессам. Это очень важная информация для трассировки, для последующей сетевой форенсики, например, и анализа активности и понимания, где есть инцидент. Соответственно, здесь есть телеметрия уже, которая сопоставляется с результатами Machine Learning, Blacklistами по хэшам и многое-много другое. Результаты анализа динамического в песочнице, об этом мы поговорим далее. Помимо всего прочего, эти данные можно получить через богатые API. Соответственно, справа от меня есть, справа на слайде у нас есть вывод, соответствующая скрипта, например, получить все сетевые соединения относительно определенного хэша на хосте или на сети или там Command Line атрибут, которые запускались, многое-многое другое. Помимо всего прочего, с уровня сети можно получить события, связанные с активностями, передачи вредоносных файлов с ретроспективой, о чем, собственно, упоминал Алексей Викторович в предыдущей презентации. И об этом мы будем более подробно говорить. Через API мы можем получать, соответственно, события о передаче вредоносных файлов и не только, например, системы Next Generation Firewall. Система поведенческого анализа по сетевой телеметрии, например, по тому же самому NetFlow дает нам возможность получать обогащенный NetFlow с соответствующими полями не просто атрибуции сетевых активностей, но и расширенными атрибутами, таким как имя процесса, привилегии пользователя, родительские процессы, количество переданных данных, например, криптонабор, если у нас подсетит ТЛС, шифрование, обогащение данными о пользователях, профиле устройства, все это мы можем получать с нашей сетевой инфраструктурой, превращая ее в реально один большой сенсор, охватывая тем самым данные телеметрии поставщиком данных всю сеть, начиная, возможно, даже от непосредственных хостов, и привлекая туда как дополнительное обогащение данных и информацию из Threat Intelligence поставщиков, например, Cisco Talos. В данном случае я говорю о решении Cisco Talos Watch. Помимо всего прочего, мы можем привлекать расширенную алгоритмы на определение облачных систем Cognitive Threat Analytics, то есть в Salesforce Watch у нас своих 100 алгоритм машины и логики, о чем я более подробно буду говорить дальше. Мы можем привлекать дополнительные системы облачной аналитики, из которых мы также можем получать высокоуровневый репортинг. Если мы посмотрим на ту аналитику, которую получаем из Salesforce, то здесь в данном случае есть два вывода по транзакциям, мы видим все сетевые транзакции внутри нашей сети с обогащенными метаданами. Если вы посмотрите, здесь у нас и проставлены что за пользователь систем, или конкретно пользователь на системе, какой процесс, хэш процесса, роль этого пользователя в сети и многие другие атрибуты, включая URL-ы, ассоциированные с HTTP, HTTP, с транзакцией и аутентификацией на прокси. Это все полезная информация, которая нам в последующем пригодится. При определении движками машинной логики активности как в CellSwatch, так и в Cognitive Тратаналитикс, мы можем их экспортировать как с стороны CellSwatch в виде CISLOG информации высокоуровневых ивентов, непосредственно там систему аналитики CM-систему, так и в случае Cognitive в виде STICS, TEXI, API-уведомления, которые мы можем переводить, соответственно, в дилсоновский формат или в формат Common Event формат для того, чтобы обогащать данные в CM и передавать данные в CM. Помимо всего прочего, мы имеем возможность определять наличие вредоносного трафика в шифрованных соединениях. Очень много у нас, соответственно, вебинаров было посвящено. Это отдельные поля в NetFlow трафике нам дают возможность понять. Мы их экспортируем с инфраструктуры как дополнительный поля NetFlow передаем в облачную аналитику Cognitive Red Analytics и оттуда получаем высокоровневые события, которые также в формате STICTEX нам уходят в систему аналитики в нашей CM-системе, как, в общем-то, показано здесь, даже с ссылками на пример реализации. Помимо всего, у нас есть богатый API, который дает нам возможность не только вытащить сами ивенты, но и обогатить их соответствующими метаданами. Это Firepower, это общая для очень многих решений у нас интеграционная API PXGrid, которая дает возможность передать контекст между различными системами информационной безопасности через Identity Service Engine, системы контроля и учета доступа, так и, в общем-то, обменяться напрямую сквозь эту систему соответствующими атрибутами и решениями по карантину между системами информационной безопасности. Ampore, Point, RedGrid, Umbrella и TestWatch, они все имеют свой API, который дает возможность провести либо кастомную интеграцию с своими непосредственными решениями на площадке заказчика конкретного или партнера, так, в общем-то, и воспользоваться уже готовыми интеграциями, интегрированной архитектурой Cisco. Важный этап это разбор данных. Мы собрали данные, они у нас поступают в различных форматах, различными именами полей, нам надо их распарсить, нам надо их привести к единому виду и свести к единому нумерации полей. И следующий этап это обогащение этих данных, то есть мы получили данные, свели их к единому формату полей и обогащаем их данными о репутации, хуи с данными, репутации домена, репутации хэшей, сторонний, например, threat intelligence или собственно встроенный в систему информацию о пользователях, о ролях и приводим все это к единому виду для того, чтобы проводить уже последующую аналитику. Про PXGrid я уже сказал, это единый API, который объединяет целый портфолио решений циска и сторонних партнеров, который дает возможность уже объединить системы и обменяться информацией о контексте данных, принимать более осмысленные в результате решения по расследованию и по последующему, в том числе, и карантину с учетом мета данных обогащенных и контекста. Так, у меня все промоталось. Про Threat Intelligence директора, я думаю, нам более подробно расскажет Руслан. И важный и практически заключительный слайд мой. С точки зрения хранения данных мы можем использовать естественно CM-систему, которая производит агрегацию логов, не только аналитику, но и естественно агрегацию логов и ее управление логами. Можно использовать специализированные системы с Elasticsearch, лог-сэшки банны для аналитиков представления графического интерфейса и настраиваемых дэшбордов пользователям. И отдельно хотел бы подчеркнуть документы NISTA, который закрепляет определенные требования по политике логирования и связанным процедурам. Извиняюсь за задержку своей презентации. Руслан, передаю тебе слово. Ты ему перенесаешь? Передам. Коллеги, добрый день. Коллеги, добрый день. Давайте продолжим наш вебинар. И я расскажу про то, как сделать проверку наших сигналов, событий. Сигналы, если кому-то более привычно англоязычной терминологии, это то, что по-английски называется alert. События, соответственно, это events. Что мы можем сделать, о чем мы поговорим вообще, о чем пойдет разговор в моей части доклада. Мы поговорим про корректную обработку событий сигналов вообще. Мы рассмотрим с вами, как проверить достоверность событий или сигналов внутри и снаружи. то есть, как сделать кросс-проверку или перекрестную проверку, более правильный русскоязычный термин. И мы поговорим про пример инструмента для такого рода проверок, который называется Cisco Red Response, который позволяет нам ускорить реакцию на инцидент, ускорить аудит инфраструктуры, предоставлять нам функцию перекрестной проверки и так далее, обогащение информации от разных систем безопасности. Итак, что такое корректная обработка сигналов и событий в информационной безопасности? Первое и самое важное это использование правильной методологии сбора, обработки и хранения событий и сигналов. Мы поговорим про это подробно. Также это проверка достоверности события или сигналов внутри и снаружи наблюдаемого объекта, потому что далеко не всегда все сигналы, которые мы видим, не все из этих сигналов могут быть достоверными, либо могут быть ошибочными, либо содержать себе какие-то недостаточные информации, что может привести к накоплению ошибки в дальнейшем. Также очень важно контролировать снижение количества ошибок первого и второго рода. Алексей Викторович про это упоминал, то есть это ложно-положительные и ложно-отрицательные срабатывания, контролировать приемлемость уровня и роста этих ошибок. То есть, если мы видим тенденцию роста ошибок первого или второго рода, нам требуется корректировка либо настроек нашей системы безопасности, либо нам нужно посмотреть на нашу модель угроза нарушителя и либо принять какие-то риски, либо поменять наши модели, соответственно, либо принимаем какие-то риски и считаем, что да, мы умеемся с ростом этих ошибок и учитываем это в нашей дальнейшей работе. Что должна включать в себя методология сбора, обработки, хранения событий сигналов? Первое, это обеспечивать собственно достоверную, непротиворечивую и достаточную информацию для последующего принятия решения в ходе расследования. И здесь делается первая ошибка, которую делают специалисты, инженеры СИКОПС, когда начинают собственно собирать информацию. Собирать пытаются все. Далеко не всегда это является правильной стратегией. Мы поговорим почему. Второй очень важный момент. Нужно гарантировать возможность подтверждения сигнала или событий из нескольких источников. Дима про это упоминал или несколькими способами. Так называемая перекрестная проверка. Это делается для того, чтобы избежать накопления ошибок в случае каких-то неполных сигналов, сбойных сигналов и так далее. То есть мы проверяем факт наступления событий из нескольких источников. Также нужно предусматривать техническую возможность взаимного обогащения сигналов событий и контекстной информации от разнородных систем. То есть чем больше мы берем источников обогащения, тем более точную информацию мы имеем в итоге. То есть вероятность ошибки у нас в этом случае снижается. И очень важная вещь, про которую все забывают, наша методология должна содержать в себе требования к подсистемам сбора, обработки и хранения с точки зрения глубины и хранения, пикового и проектного обрабатываемого количества событий и требования к времени отклика с точки зрения работы инженеров СИКОПС. То есть понятное дело, что мы можем собрать всю информацию, но время отклика у нас может быть для поиска в ней десятки минут или часы и с практической точки зрения это неприемлемо. Я буду иногда использовать примеры из жизни ЦИСКа и в данном случае мы рассмотрим как выглядит, как решается задача сбора, обработки и хранения самой ЦИСКа для нужд нашего ЦИСКа. Мы используем распределенную систему хранения на базе CM-системы Splunk. Она децентрализованная, содержит в себе несколько форвардеров, которые стоят за балансировщиками. Могут быть региональные узлы этих форвардеров, есть большое количество индексеров и есть специально выделенные так называемые ноды для поиска репортинга, для исторического поиска и так далее. То есть мы систему рассмотрели в целом, мы посчитали где, сколько и каких у нас должно находиться устройств, какой объем потока информации у нас идет с того или иного объекта и сделали такую систему. Почему знать количество событий в секунду очень важно? Дело в том, что это один из основополагающих факторов, который влияет на то, как работает наш собственно центр СИКОПС. мы получаем события и они являются пищей для наших аналитиков. Соответственно, количество событий в секунду зависит от множества факторов. Это время суток, это пик аномального увеличения нагрузки или наоборот аномальное снижение нагрузки. Это всевозможные глобальные сбои или инциденты ИБ. То есть в процессе какого-то сбоя количество событий может возрастать многократно. поэтому важно считать не только среднее значение, но и какой-то заданный промежуток времени, как правило, считают за сутки, но и теоретический или проектный максимум, то есть пиковые значения, а также значения, которые мы вообще можем достичь максимально возможное для нашей сети. Непонимание этого простого факта может нас оставить без необходимой информации именно в тот момент времени, либо получить мусор, так называемый, когда часть событий теряется, и мы не можем на основе поступающих событий получить непротиворечивую картину происходящего у нас. Как посчитать собственно этот самый EPS, на чем все ломаются? Формула достаточно проста для нормального количества EPS, считается очень просто, количество системных событий за заданный временной промежуток в секундах. В нашем примере у нас 24 часа в сутки, у нас суммарно примерно 4 миллиарда событий за 24 часа, в сутках у нас 86 тысяч 400 секунд, дают нам примерно нормальное количество EPS, равное 46 с половиной тысячам событий в секунду. На самом деле эти данные взятые из сети ЦИСКО за достаточно уже давний промежуток времени, это год наверное 2013 или 2014 или 2012 даже, поэтому можно прикинуть сколько событий генерируется в крупной компании. Как посчитать EPS, это достаточно сложная тема. Запроектировать пиковое количество EPS можно исходя из знания или аппроксимации следующих данных. Ожидаемое количество пиков за заданный промежуток времени. Это предположение, как много пиков мы получим в нашей системе допустим в сутки. Эти пики зачастую предсказуемы, то есть многие исходят исполняя зонного предположения о трех пиках в течение суток. Например, люди пришли на работу, у нас пик событий о количестве регистрации люди пришли с обеда и вечерний пик перед окончанием рабочего дня. Эта цифра может быть абсолютно другой из-за специфики работы компании. Многие компании работают круглосуточно, многие компании имеют недельные пики или месячные пики или годовые пики. Например, у многих компаний есть пики перед 11 ноября, у нас черная пятница, или когда она у нас была, 9 ноября получается на этой неделе. Соответственно, был пик для многих ритейлеров или банков из-за большого количества распродаж. Второй важный параметр это продолжительность этого пика. Эта цифра показывает, насколько долго мы будем находиться на пиковом значении. То есть, обычно берут, как правило, час, но нужно учитывать характеристику пиков нашей организации для того, чтобы посмотреть, как долго продолжаются у нас пиковые значения. И параметр девиации. Девиация это среднее значение между нормальными, то есть пиковые EPS у нас может быть радикально больше нормального. Тем не менее, нужно также учитывать пики, которые могут образовываться на длинной дистанции, как я уже сказал. Это сезонные пики нагрузки, это пики, которые возникают в результате атак, например, дэниел, дэниел, дэниел сервис, то есть дидос атаки, или возникающие из-за перегрузки сети, введение каких-то новых сервисов, переездов сотрудников и так далее. Хорошая точка старта это значение от 2 до 5 раз больше, чем нормальный EPS, но это значение может также отличаться от организации к организации. Как посчитать пиковый EPS? Мы вносим наши параметры. Общий пиковый EPS это произведение нормального EPS, ожидаемого количества пиков на продолжительность пиков секундах на девиацию. В сутках у нас 86400 секунд. Если мы хотим получить пиковое значение EPS в сутки получаем соответственно делим общую пиковую EPS в сутки на наше количество. Для нашего количества EPS 46500 мы можем получить от 11625 пиковых EPS в оптимистичном сценарии до более чем 30000 в пессимистичном. Даже больше, если мы не учили какие-то факторы. То есть эту формулу можно использовать для оценочного расчета пикового нормального значения событий в секунду, но как известно теория это все здорово, но практика может от нее отличаться. Самый простой способ это поставить какой-то коллектор, Syslog коллектор либо NetFlow коллектор и с его помощью получить примерное количество за заданный промежуток времени сделать аппоксимацию сколько мы можем получить. Второй важный момент как посчитать требуемое место для хранения журналов. Окей, мы посчитали сколько у нас будет наших событий, теперь надо все это записать. А количество требуемого места зависит от множества факторов. Централизованную либо децентрализованную схему сбора и хранения мы используем. Соответственно, это напрямую зависит от нормального среднего и пикового размера сообщения, которое напрямую зависит от количества событий в секунду. То есть, чем больше у нас событий в секунду, соответственно, тем больше сообщений мы должны записывать. И здесь у нас возникает первое ограничение, связанное с возможностями выбранной системы хранения вообще записать определенное количество событий в секунду. То есть, мы можем упереться в количество иопсов на конкретной системе хранения. И, соответственно, тут нужно понять, что у нас происходит в этом случае, если мы уперлись в количество иопсов. Либо мы теряем эти сообщения, либо они откладываются в бухер и пишутся с задержкой. И что происходит в этом случае? То есть, эти события потом появляются в системе и система каким-то образом их учитывает, либо эти события попадают в темную зону и они хоть и были записаны, но не были учтены в наших дальнейших расследованиях. Требования по глубине хранения. Это важный параметр. Очень часто он идет со стороны законодателей и, соответственно, законодатели требуют хранить данные журналов-аудитов в течение какого-то времени. Например, три месяца, полгода, год, бесконечно в некоторых запущенных случаях. Соответственно, это тоже надо учитывать. Ну и практические требования по оперативному активному доступу к историческим данным. То есть, насколько часто нам требуется этот доступ, какие действия мы при этом выполняем, то есть, делаем ли мы этот поиск постоянного, например, для построения каких-то периодических отчетов, например, ежеквартальных, полугодовых, годовых и так далее. И, соответственно, сколько времени мы должны затратить на построение такого отчета. То есть, какие цифры для нас являются приемлемыми. От этих цифр будет зависеть то, какие требования мы будем предъявлять под системой хранения. Ну и ограничения, конечно же, со стороны нашей используемой инфраструктуры, времени отклика, то есть, как быстро наша система должна подавать информацию аналитикам и инженерам, финансовых возможностей компании, и, самого главного, это здравого смысла инженеров СИКОПС, которые всем этим будут заведовать. Как посчитать требуемую сетевую пропускную способность для наших событий, которые мы будем записывать в систему хранения? Собственно, это опять-таки завязано на наше количество событий в секунду, то есть, мы считаем требуемую сетевую полосу, у нас опять-таки это зависит от того, централизованная либо децентрализованная схема сбора и хранения у нас используется, какие используются каналы, какую полосу от этого канала мы можем себе позволить использовать под наши события. Соответственно, опять-таки, все это зависит от размера сообщений, это сильно зависит от задержек и вариаций задержек на наших каналах, если мы имеем дело с децентрализованной системой. Также, опять-таки, мы имеем ограничения с точки зрения практических требований по оперативному архивному доступу к историческим данным, если они у нас размазаны по децентрализованной системе. Ну и ограничения, опять-таки, со стороны сетевой инфраструктуры, то есть, если мы делаем какие-то тяжелые запросы, не должно быть такого, что из-за нашего тяжелого запроса к какой-то удаленной системе ложится вся работа этого удаленного объекта, пока этот запрос не выполнится. Такого тоже не должно быть и здравый смысл тоже должен все-таки присутствовать. Этот слайд вы еще увидите у Димы. Здесь просто пример взаимодействия того, как может выглядеть взаимодействие между подсистемами и нужно учитывать, что это взаимодействие может быть достаточно сложным и не всегда можно очевидным образом посчитать сколько же событий, откуда и куда будет поступать. Поэтому это такая настоящая трудноинженерная проблема, которой надо заниматься и не нужно думать, что ее не существует. Для примеров циска у нас в настоящий момент мы уже давно превысили петабайт данных в хранилище и у нас уже по-моему мы приближаемся к значению в 3 петабайта, насколько я знаю. Поэтому для компаний грамотно выбранная стратегия хранения обработки данных это важно, потому что иначе можно в какой-то момент просто банально упереться в возможности используемых систем с точки зрения обработки информации. как рассчитать длительность хранения на примере наших офисов как используют наши службы СИКОПС на примере NetFlow у нас есть несколько объектов например в Сан-Хосе глубина хранения может быть от 4 до 18 месяцев в Ричмонде это 10 месяцев в РТП это 4 месяца в Бонгалове от 5 до 9 месяцев и в Лондоне 26 месяцев это зависит от того где какие требования с точки зрения комплаенса где какие требования с точки зрения обрабатываемых офисов то есть где приземляется какая информация почему так ну разные объемы EPS разные требования по глубине хранения здесь есть небольшая подсказка что в случае использования Столсвотч есть эмпирическое правило что примерно 1000 флол персекунд это примерно 1 гигабайт места в день нужно нам на системе хранения важно также что у нас поисковый индекс строится не от IP или MAC адреса а от пользователей устройства то есть это позволяет нам построить индекс который значительно снижает требования к занимаемому месту то есть мы не увеличиваем количество логов а наоборот стараемся их снизить то есть мы строим индексы которые позволяют нам очень хорошо нормализовывать хранящуюся информацию то о чем говорил Дима также важно иметь ввиду что сейчас все больше и больше облачных сервисов это не нужно их игнорировать и с них точно так же можно и нужно брать данные для анализа есть примеры здесь нескольких решений которые можно использовать как платные так и бесплатные тоже можно и нужно их использовать важный момент который не учитывается в распределенных системах почему относительно и абсолютно время наступления события важно и как это учитывать я не буду подробно останавливаться на теории относительности желающие могут освежить институтские знания на этот счет нужно помнить что в количественном метрологическом смысле понятие времени имеет два аспекта первое это координаты события на временной оси то есть это то текущий момент времени физики ньютона это абсолютное время называется на практике это текущее время время возникновения события которые мы пишем календарное время время суток и определяется какой-либо системы счисления шкалой времени например местным временем универсальным координированным временем UTC и так далее важный момент если мы работаем децентрализованной системе у нас есть люди которые сидят в разных часовых поясах нужно чтобы они жили в единой точке отчета чтобы не было путаницы что кто-то смотрит время например по Москве кто-то смотрит время по Владивостоку а кто-то смотрит время например по Европе а для того чтобы этого не было все данные должны писаться в единой точке счисления например UTC также важно относительное время это временной интервал между двумя событиями а также это время регистрации двух событий в распределенной системе очень часто в распределенной системе события одномоментные с точки зрения физического смысла на самом деле записываются с разницей во времени относительно друг друга из-за того что одно из событий доставляется какое-то время по сети то есть мы одно время записали локально временную метку второе событие у нас какое-то время доставлялось и записалось с другой временной меткой хотя события произошли одномоментно с точки зрения физики процесса это нужно учитывать и делать на эту скидку при анализе например закладывать какое-то окно для того чтобы считать что вот если событие происходило с точки зрения регистрации в этом окне мы считаем его одномоментным это тоже важно учитывать в нашей системе итак как проверить собственно обеспечить проверку достоверности события или сигнала внутри собственно нам надо доказать сам факт наступления события или сигнала его места и времени то есть его зарегистрировать желательно из нескольких источников предоставить достаточное количество непротиворечивой информации для последующего расследования собрать сопутствующую контекстную информацию которая может нам понадобиться для дальнейшего расследования и убедиться при этом расследовании или иным образом что все что мы сделали в первых Если, соответственно, не сделали, то нам надо скорректировать наши действия, то есть пересмотреть нашу стратегию сбора или еще как-то вылечить эту проблему. Чего у нас начинается безопасность? Безопасность у нас начинается с ситуационной осведомленности. То есть пока мы не обеспечили полную видимость протекающих процессов с пониманием контекста этих процессов, мы не можем делать дальнейшие шаги. То есть заниматься контролем, угрозы обнаруживать или, соответственно, боишься закрывать. Давайте рассмотрим на конкретных примерах, что у нас может происходить. У нас есть сигнал тревоги от нашего сетевого системы предотвращения вторжения NG-IPS, который нам говорит, что у нас IP-адрес соединился с Common Control Server. Для того, чтобы понять, что у нас происходит, нам надо найти устройство и пользователя, которые это сделали, а также понять, какие активы у нас были затронуты. Бывали еще какая-то сопутствующая подозрительная передача данных, отследить все связанные события, сопутствующие перемещения и какие процессы были вовлечены в сети и на конечных хостах в данный инцидент. Что нам может предоставить информацию? Нам ICE может предоставить информацию о сетевом контексте и обеспечить контроль доступа. То есть он может сказать, кто у нас подключался в сети, в каких местах, каким образом, как перемещался по сети, сказать нам, проходил ли он проверку на соответствие, то есть были ли у него установлены антивирусы, были ли у него известны какие-то неустановленные патчи и так далее. Также с его помощью можно делать детальный контроль пользователей устройств. ICE является краеугольным камнем нашей сквозной сетевой безопасности, то есть на него, как на позвоночник, собираются все остальные системы. И, например, Cisco StealthWatch может нам предоставить, является системой объективного контроля, потому что он анализирует сетевую телеметрию. Мы собираем не сэмплированный NetFlow, соответственно, это нам позволяет увидеть все события, если мы собираем его со всей сети, не противоречиво, и, то есть, так как это протокол, который делался для биллинга, мы видим все, что происходило на самом деле, и мы можем использовать это для идентификации новых угроз, для проверки наших политик сегментации, обнаружения каких-то аномалий, и в целом лучше понимать и более точно реагировать на инциденты. Давайте рассмотрим на конкретном примере. Пример номер один, Insider. У нас есть сигнал тревоги от NGAPS, адрес 10.201.349, мы зарегистрировали, что с этого IP-адреса сканировалась сеть. Давайте посмотрим, как можно найти пользователя устройства. Находим мы их с помощью ISO, в данном случае я не буду подробно на этом останавливаться, давайте посмотрим, как дальше ответить на вопрос. Мы видим в стелсваче, что у нас у адреса 10.201.349 есть сработки по поводу ICONDISANCE, то есть, это попытка сканирования соседей, и мы видим также сработку DATA HORGIN, то есть, это попытка вывода информации с сети. Мы видим, получив контекстную информацию от ICONDISANCE, как имя рабочей станции, каким группам она относится, мы видим, какие политики к ней применены, MACAD из этого устройства, и также можем посмотреть пользователей сессии. То есть, мы видим, что пользователь KEN, который был залогинин 28 февраля в 7.30 утра, и он в настоящий момент, на ней находится машина у нас Windows 10 Lockstation, KEN у нас все еще, хотя нет, он 28 февраля, в 7.19 уже отлагинился, в данном случае, по имени. Мы можем закарантинить эту машину, если мы понимаем, что происходит явно что-то не то, либо вывести ее из карантина, делать это с помощью интеграции между STOFLACH и ICONDISANCE. Что мы также можем посмотреть? Мы можем посмотреть все ассоциированные соединения, для того, чтобы убедиться, что действительно вывод данных или сканирование соседей имели место, и мы не имеем дело с ложным положительным срабатыванием. Мы видим, что наш инсайдер пытался вывести данных, и достаточно много данных выключил по SSH, то есть больше 160 гигабайт, и в одной сессии по SCP и в другой сессии по SSH еще 50 гигабайт. То есть, действительно, мы видим, что это похоже на вывод данных, то есть это повод для начала расследования, для того, чтобы понять, что происходило. Мы можем посмотреть также сопутствующие соединения, которые имели место быть. Мы видим, что были соединения с MySQL сервером, и мы видим, что с MySQL сервера был выключен 3 гигабайта данных. Да, и потом на какой-то внешний хост по 403 PS порту были выключены эти данные. Также мы видим, что были соединения по RTP, возможно, пользователь звонил кому-то, либо еще каким-то образом использовал RTP. Итак, давайте рассмотрим наш пример более подробно. Мы ответили на вопросы, какое у нас было сопутствующее перемещение, мы отследили подозрительную передачу данных, какие активы были затронуты и так далее. Но мы ничего пока не знаем о том, какие процессы происходили на конечных хостах. Как сделать атрибуцию непротиворечивой и понять вообще, что происходит на конечных хостах у нас. Возьмем немножко другой пример, когда наш хост соединяется с управляющим сервером известного ботнета. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Мы можем с помощью CISCAM, про который Дима уже упоминал, посмотреть, какие процессы у нас запущены и отследить взаимосвязи между процессами. В том числе и с контекстной информацией о том, например, какие уязвимости у них есть. В данном случае мы видим, что у нас есть известные уязвимости в Microsoft Office версии 2013. Мы видим, запуск был PowerShell.exe из Windows Word. И мы можем предположить, то есть сначала, по всей видимости, мы видим, что был запущен еще также процесс Outlook. То есть пользователь скачал изюме.doc.m файл. Он запустился, соответственно, из Outlook через WinWord. В свою очередь потом запустился PowerShell Street, который в свою очередь запустил файл изюме.exe и куча сопутствующих процессов. Мы также можем использовать средства телеметрии сетевой, которые нам может обеспечить модуль Cisco AnyConnect Network Visibility Module, сокращенный NVM. И предоставить нам информацию с точки зрения анализа сетевых потоков. То есть сделать корреляцию сетевого трафика с тем, какие процессы его генерируют. То есть имена процессов, хэши файлов, под каким аккаунтом этот процесс находится в системе, родительский процесс, его хэш и под каким аккаунтом он работает и так далее. То есть эта информация тоже может быть очень полезна для последующего поиска, где еще эти процессы, на каких хаттах сетей у нас встречаются. Слева у нас информация полученная от модуля AnyConnect NVM. Справа это окно поиска в Cisco StealthWatch, с помощью которого мы можем поискать, где мы встречаем это в нашем трафике. Также мы можем сделать атрибуцию активность процессов. То есть мы можем проверить, есть ли у нас процессы атрибуцированные с конкретными хэшами. Опять-таки эту информацию мы можем взять с сетевой телеметрией и соотнести ее, например, с работой системы Bridge Detection, там нашей, того же AMP или еще какой-то работающей на хосте, или антивирус, например, конкретного хостового. Мы можем также поискать другие зараженные хосты с помощью информации с телеметрией. То есть мы можем узнать, мы нашли наше известное ВПО, мы можем атрибуцировать пользователя или процесс, который инициировали сетевые соединения, мы можем обнаружить в сети все соединения, теперь уже известных нам приложений, процессов или файлов, и провести поиск по метаданах, полученных с хоста. То есть мы делаем поиск по атрибутам процесса для поиска остальных зараженных узлов. Итак, мы ответили на все наши вопросы. Устройство, пользователь, какие были затронуты активы, подозрительные передачи данных, отслеживание процесса, сопутствующие перемещения. Закончили ли мы на этом? Нет. Потому что далеко не всегда процессы, которые мы анализируем здесь и сейчас, у нас на этом закончились. Очень часто требуется ретроспективная защита, то есть понимание, что произошло изменение статуса уже зарегистрированного события с неизвестного, например, или с чистого на вредоносный. И нам требуется выполнить ретроспективную защиту. То есть посмотреть с точки зрения, как бы откатить по времени назад, с кем взаимодействовал этот объект, где еще он взаимодействовал, куда он обращался и так далее. То есть показать нам сетевую траекторию, создать цепочку атаки, посмотреть, какие у нас были индикаторы компрометации и так далее, как вела себя атака и прочее. В чем польза ретроспективы? Давайте рассмотрим на примере Cisco Firepower. Мы можем визуальным образом очень просто отобразить траекторию файла, переданного через периметр или точку контроля. То есть мы видим, что у нас есть файл, который пользователь, который был на ADACI 10.4.10.183. Он его отправил на адрес 10.5.11.8. Это был файл Windows Media Installer.exe, который он скачал с помощью протоколов КТП с помощью Firefox. То есть это неизвестный файл, он загрузил себе с этого адреса. Дальше этот неизвестный файл был передан, соответственно, дальше. Через какое-то время мы видим, что у нас было 7 часов спустя файл был передан по сети, уже используя другой протокол SMB, уже на третий хост. И так далее. То есть каким-то образом он еще раз был скопирован еще на другой хост. То есть мы видим, каким образом перемещаются файлы у нас по сети. Если мы будем анализировать атомарные события от систем безопасности, это очень сложно отобразить самостоятельно. В данном случае наша система визуализации позволяет нам собрать множество событий в одно место и отобразить их как единое целое. То есть мы видим, что эти события A имели место, B они не противоречивы, V они имели место быть именно таким образом, как отображать нам эту систему. И мы видим, что начиная с определенного момента система TALOS нам сказала, что вот с этого момента, это ретроспективное событие, этот файл был определен как вредоносный. И начиная с этого момента мы его начинаем блокировать там, где есть возможность, и при последующих, соответственно, попытках его скачать, мы его уже блокируем, как известный вредоносный файл. При этом мы достоверно знаем, где он у нас проходил по сети, и можем пойти разбираться, что у нас там происходит сейчас. Мы делаем детальный анализ вредоносного ПЛО в RedGrid. Мы получаем контекстную информацию, индикаторы компрометации, которые могут учитываться в большинстве наших остальных систем безопасности. То есть мы можем учитывать так называемые артефакты, связанные с процессами, активностью вреда, файловой системе, соединениями с внешним миром, такими как HTTP и DNS и так далее. Давайте уже перейдем от внутренних, чисто внутренних событий, имеющих к событиям, которые имеют внешние признаки. Очень часто внутренние события так или иначе связаны с внешними, но это далеко не всегда так. То есть бывают чисто внутренние события. В чем сила нашей компании? Мы имеем самый большой настоящий момент на планете центр глобальной репутации Talos. И Talos, из-за того, что он достаточно крупный, мы обрабатываем очень большое количество новых файловых сэмплов в сутки. Например, в 2018 году мы зафиксировали пик 230 тысяч обращений в секунду к нашему облаку AMP Cloud. Это очень много. На самом деле, если сравнить с Google Search или YouTube, это больше в несколько раз. То есть мы делаем гораздо больше поисковых запросов, чем Google Search, например, или YouTube. Это приводит к тому, что мы видим очень часто больше неизвестных, вредоносных файлов, чем видит, например, тот же VirusTotal для сравнения. Примерно треть или половина, в зависимости от времени, года, по статистике, мы видим новых файлов, которые не встречались нигде. Откуда мы можем еще получать эту информацию? Мы можем получать информацию через протоколы стикс-такси и учитывать ее в нашей системе. Например, Fred Intelligence Director на Firepower Management Center, который, в свою очередь, может соотносить данные от внешних систем Fred Intelligence или систем предоставления информации об угрозах. И мы можем ее использовать в работе наших систем безопасности. То есть мы делаем кросс-проверку, перекрестную проверку нашей информации тех событий, которые мы видим из внешних источников. Это, например, могут быть источники данных об угрозах. Это компании типа AlienVault, Semantic, это могут быть отраслевые организации Cyber Threat Alliance, там, Финцерт российский и так далее, или платформы Fred Intelligence. Мы также можем обнаруживать вредоносное ПО или вообще коммуникации, использующие только зашифрованные каналы с внешним мером. В данном случае, пример у нас на базе Cisco Encripted Traffic Analysis, Дима про него упоминал, StealthWatch и Cognitive Credit Analytics. То есть мы видим, что у нас есть хост, который использует технологии эксцентрации трафика. Мы видим пользователя Роланда Торсиела, и мы видим, что у него есть зашифрованный трафик. И раскрыв это в Cognitive, мы видим, собственно, с чем мы имеем дело, то есть какие сопутствующие информации мы имеем дело и так далее. Мы видим подтвержденную угрозу, мы использовали несколько источников, мы сделали перекрестную проверку между ними, и мы видим подтвержденные индикаторы, то есть мы видим, на основе чего мы получили эту информацию. И мы можем также перепроверить у нас ее внутри сети, например, мы можем посмотреть, какие есть сигнатуры отрабатывают, какие есть артефакты, которые мы можем поискать, для того, чтобы убедиться, что мы действительно не имеем дело с сложным положительным срабатыванием. Какие ключевые задачи при проверке событий, имеющих внешнюю природу, у нас возникают? Любой инцидент, имеющий внешнюю природу, всегда связан с IP или DNS адресами. С них реализуются угрозы, либо с ними угроза взаимодействует. Есть проблема в том, что оперативно анализировать достаточно сложно, это ресурсоемко, требует достаточно больших денег для большинства компаний, поэтому, как правило, мы в этом случае полагаемся на внешние источники, то есть, например, это всякие центры репутации и так далее, у которых мы можем спросить статус этого IP адреса или DNS имени, то есть хороший он, плохой и так далее. Например, посмотреть, отмечался ли он на вирус Total, имеет ли он плохую или хорошую репутацию в Талос, если мы говорим про Cisco, какая репутация у него в Cisco Umbrella и так далее. Как это автоматизировать? Откуда брать данные для последующего расследования? Соответственно, данные мы можем брать изнутри сети, либо снаружи, ну, как правило, берется и оттуда, и оттуда. Соответственно, внешние источники – это государственные, типа госсобки, отраслевые, типа финцерта, это информация от вендоров, таких как Cisco, это open-source источники, такие как VirusTotal, это внутренние источники, это то есть источники с наших IT или систем безопасности, которые мы, собственно, берем для расследования. Какие вопросы нас интересуют при расследовании, когда мы имеем дело с DNS IP? Кем создан домен, когда создан, где он расположен, то есть с точки зрения IP блока, либо автономной системы, с кем взаимодействует домен, то есть какие есть связанные домены, или ассоциированные с ним домены. Связаны ли с этим доменом какие-либо инциденты или угрозы в прошлом, либо в настоящем? Например, известен ли домен в рассылке войдоносного ПО или в хостинге систем управления батнетами? Рассылал ли он спам и так далее? Что происходит? Ответ на вопрос, да, то есть кто нас атакует? В данном случае мы используем инструмент, который называется Cisco Fred Response, он же Visibility в прошлом. Мы видим, это пример, кстати, из реальной жизни. Кстати, для тех, кто считает, что для операционных систем Apple Mac OS X не существует, войдоносцев, хочу вас заверить, что они существуют. И вот, пожалуйста, вам реальный пример из реальной жизни. У нас есть машина MacBook Pro, на которую был установлен через Apple Store, то есть это официальное приложение, Dr. Cleaner было установлено. В настоящий момент его уже убрали из Apple Store. Пользователь скачал приложение, запустил его, и через какое-то время это приложение установило шпионский модуль. Вот с таким хэшем, который начал обращаться во внешний мир на вот такие IP-адреса. У нас они помечены в нашей системе как потенциально вредоносные. Ну и внутренний адрес, который тоже у нас помечен как потенциально вредоносный. Мы начинаем делать развертку, то есть смотрим, что у нас есть по этим IP-адресам, и мы видим, что часть информации на этом IP-адресе имеет зеленый статус, часть оранжевая, часть красная, то есть откровенно вредоносная. То есть у нас уже есть пища для размышлений, для понимания того, с чем мы имеем дело. Начинаем разбирать остальные IP-адреса, и мы видим реальную инфраструктуру нападающих. Мы видим, что адрес 1356.177.18 использовался ими для вывода информации, и с ним ассоциировано также несколько вредоносных файлов, которые сделаны для других операционных систем, в данном случае для операционной системы Windows. То есть злоумышленники использовали, на самом деле это один и тот же вредонос, просто скомпилированный под разные операционные системы, то есть для Apple MacOS и под Windows, для того, чтобы воровать информацию с конкретных уже машин пользователей. Мы видим здесь связанный домен LBUpdateApple, это домен, который используется Apple iTunes для загрузки этого приложения. То есть канал поступления в систему у нас по большому счету доверенный в большинстве компаний. То есть пользователь, используя вполне легитимный магазин приложений, установил это приложение внутри компании, и вот мы имеем канал утечки данных, то есть шпионский модуль внутри сети. А откуда мы взяли специфические детали угроз? Мы взяли их через Umbrella Investigate, то есть мы посмотрели, какая информация связана у нас с этим IP-адресом, мы видим, что это автономный блок принадлежит Амазону, мы смотрим более подробную информацию, мы видим, что с ним связаны адреса, которые используются в компании Apple для своего магазина приложений, мы видим также подробности, что с этим у нас связан вот этот файл, и мы, собственно, используя наш инструмент от Cisco Threat Response, можем достаточно много вещей сделать, то есть мы можем локализовать глобальные данные Threat Intelligence из нескольких источников, например, Talos, либо VirusTotal, я подробно про него не буду сегодня рассказывать из-за недостатка времени, у меня будет больше слайдов в оффлайновой версии презентации, которая будет доступна после нашего мероприятия, то есть более подробно можно будет уже в презентации ознакомиться, что такое Cisco Threat Response. Что он позволяет нам достичь? Он позволяет снизить сложность за счет обогащения сведений о наблюдаемых объектах, причем делается это автоматически, позволяет нам ускорить понимание, что происходит, и предоставление результатов в интуитивно понятной форме в рамках одной системы, то есть это ускорение осознания человеком, с чем мы имеем дело. Также помогает выделить войдоносные наблюдаемые объекты и ускорить реагирование на инциденты. Ну и помогает нашим специалистам по расследованию инцидентов лучше понимать ситуацию в инфраструктуре, комбинируя информацию и проверяя ее из разных источников. Как это работает? У нас есть, например, внутренние цели, которые у нас задействованы в каком-то из наших инцидентов, у нас есть связанные с ним файлы или файловые объекты, у нас есть связанные с ними имена файлов, у нас есть связанные пути файлов. Все это мы соотносим, соответственно, с нашим локальным обнаружением, либо с глобальными данными от систем репутации. В данном случае это либо наша облачная система AMP, либо это VirusTotal, либо это Talos и так далее. Резюмирую. Такие инструменты, как Cisco, FredResponse, позволяют нам снизить сложность растущего числа инструментов для расследования. То есть они являются таким зонтиком, который позволяет из разных подсистем безопасности собирать информацию, ее визуализировать и понятным образом доносить до человека, что он видит. То есть позволяет показать ему, слушай, ты человек, инженер, который работает с системой, посмотри вот сюда, обрати внимание, что вот эти вот объекты имеют плохую репутацию или хорошую. Соответственно, комбинация этих данных позволяет нам сделать перекрышенную проверку, убедиться, что данные у нас действительно непротиворечивы и так далее. И позволяет нам, соответственно, как следствие снизить время расследования, паритизация, реагируем. Коллеги, самое интересное, что эта система абсолютно бесплатная. Если вы являетесь владельцами AMP, FramePoint, либо приобретали Cisco RedGrid, вы можете ей пользоваться прямо сейчас. У вас уже есть доступ, если у вас есть эта система. Вот. И моя часть закончена. Я передаю свое слово дальше Дмитрию, и мы продолжаем наш вебинар. Так, коллеги, сейчас я расшарю презентацию. Итак, мы переходим к пятой части. Это непрерывный мониторинг и анализ. Значит, из жизненного цикла инцидент-респонза мы сейчас переходим к части, который отвечает за анализ и обнаружение. И рассмотрим мы с вами различные типы движков, которые у нас для этого имеются. Ну, в первую очередь, когда мы говорим об инциденте и его появлении, мы должны его каким-то образом сквалифицировать. Ну, для начала, для того, чтобы, в принципе, обнаружить инцидент среди целой кучи событий, да, нам нужно иметь четкую политику информационной безопасности, которая даст возможность его сквалифицировать как таковой инцидент. Далее, соответственно, уже речь идет о том, кто, соответственно, первый этот инцидент увидит, будет иметь соответствующие навыки для того, чтобы его классифицировать и передать на обработку соответствующей команде, например, серы. Классификация же сама инцидентов может быть совершенно различной. Я здесь привел несколько таких простеньких вариантов к разбиению на внутренние, на внешние инциденты и на их соответствующие подклассы. Помимо всего прочего, каждый инцидент, независимо от того, внутренний он, внешний, относится к определенному типу, обычно должен иметь соответствующий уровень приоритизации. Это тоже один из типов классификации, на основании которым будут, соответственно, приниматься соответствующие меры про приоритизацию обработки этого инцидента команды ЦИР. Если мы смотрим на различные типы методов обнаружения, они могут различаться очень сильно, ну, начиная от классических систем обнаружения, основанных на сигнатурном типе анализов. Это могут быть, помимо всего прочего, различные типы правил, которые вы сами устанавливаете, которые обуславливают то, какой трафик, куда должен идти, в какие зоны, нет, это в том числе и сегментацию, мы здесь не закладываем. В данном случае, те политики, которые мы устанавливаем на поведенческую модель именно, то есть мы заранее знаем, какой тип трафика между какими зонами не должен идти. Если вдруг он пошел, мы должны обнаруживать соответствующее отклонение от нашей модели, причем это не относится напрямую к сегментации. Может быть, это в таком образом, например, случится аудит нашей сегментации. Но это обнаружение соответствующих нарушений. Вдруг у нас где-то дырка, соответственно, между тем, в экране вдруг оказалась. Кто-то неправильно его настроил. Следующий момент – обнаружение нарушения белых списков. Это могут быть поведенческие белые списки. Ну, например, какой-то… мы устанавливаем тип профиль хоста, мы знаем, что там должны быть определенные типы ПО, определенные протоколы, по которым общаются, абсолютно приложения, с которыми работаем. И тут вдруг у нас началось какое-то отклонение по тем или иным признакам. Соответственно, это аномалия отклонения от белых списков. Помимо всего прочего, у нас может быть обнаружение типа аномальной активности сетевой, которая смотрит отклонения от уже выученного и базового уровня нормального поведения внутри сети, склассифицированного там по дням, неделям, по месяцам, по времени. Соответственно, что мы имеем определенный baseline нормального поведения, и тут вдруг у нас пошли какие-то дикие отклонения или отклонения в определенном процентном соотношении по определенным параметрам, что генерирует нам соответствующие уведомления. Следующее – это обнаружение по различным типам черных списков, то есть у вас могут быть какие-то черные списки по IP-адресам, по доменам, по категориям, по репутации развернутся на различных типах систем обнаружения, которые могут генерироваться соответствующие уведомления. Алгоритм машинного обучения, то есть сначала я начинал с вами разговор о системах обнаружения основанных на сигнатурах, здесь же я хочу остановиться на алгоритмах машинного обучения, которые очень активно сейчас включаются в индустрии информационной безопасности для противодействия различным продвинутым типам атак. Очень много алгоритмов машинной логики, в частности, мы используем в различных системах информационной безопасности, о которых мы с вами в данной презентации поговорим, которые очень эффективно дополняют классические модули сигнатурного анализа. Система машинного обучения дает возможность внедрять методики ретроспективного обнаружения, когда мы имеем возможность записать все связи, которые у нас имелись в системе, и в результате обнаружения под фактом взлома вредоносного ПО соответствующих активностей, которые процессы могут проявлять по результатам работы машинной логики, отмотаться назад во времени и посмотреть, провести анализ тех активностей, которые были на системе. И следующий момент это обнаружение объектов поведения, попадающего под либо встроенные в различные движки, защитные системы импорта фидов, которые несут себе либо вендорные Threat Intelligence в соответствующем вендор производителя в данном случае, если мы говорим о Cisco, то это Cisco встало, либо иметь возможность интегрировать и импортировать Threat Intelligence от сторонних поставщиков, возможно, в том числе и open source. И мы рассмотрим различные типы инструментария, насколько нам дат, скажем так, это время. Рассмотрим мы с вами движки Ampore Endpoints, Threat Grid, динамический анализ, статистический динамический анализ, Cognitive Threat Analytics, машинную логику в облаке, соответственно, Umbrella, тоже облачный движок защиты ДНР в облаке, Cisco Threat Response, о котором, говорит Руслан, я сильно останавливаться не буду, потому что он очень много уже сказал на этот счет Firepower и механизмы, которые нам дают Cisco встало. Здесь я на этом слайде постарался воедино свести разноплановые алгоритмы обнаружения угроз на различных типах наших систем информационной безопасности, в том числе Firepower, который предоставляет комплексную систему обнаружения как на базе сигнатурного анализа, SNORT, whitelisting, правил корреляции собственных правил корреляции встроенных, системы Advanced Malware Protection для защиты от вредностного кода на уровне сети, интеграцию с системой динамическим анализом, статическим этот цифр Thread Grid, возможности принимать и анализировать, обогащать данные, детектировать те связи, те активности, которые идут в рамках Blacklist, по DNS, по URL-базам, по IP, возможности импорта стороннего Thread Intelligence через SIX, TX, HTTPS, по протоколам HTTPS, данных, которые мы можем от сторонних поставщиков брать, и возможность захвата, пакетного захвата для дальнейшего анализа, что на следующей части этапа расследования поможет на этапе форенсики это, собственно, пакетный анализ. Стелс Watch, который работает на базе машинной логики в закрытой сети, имеет больше 100 движков машинной логики, поведенческого анализа, обнаружения именно различных типов, категорий, вредоносного поведения дополняет собой, дополняется он возможностью выявления аномального поведения, поскольку проводит бейслайнинг типичного поведения по хостампу, опять же, неделям, дням, недели, месяцам, и дает возможность писать собственные поведенческие фильтры, которые в том числе дают возможность аудировать политики сегментации. Web Security Appliance как бы мы можем рассматривать в данном случае эти системы как под призмой общей чисто решений ЦИСКа, так и под призмой мультивендорных решений, поскольку эти решения являются специфическими решениями по защите информации, защите нашей сети, хасов, и могут репортиться в зависимости от конкретного решения различные типы обогащенных ивентов и обнаружить разновекторные соответственно угрозы. В зависимости от комплектации соответствующей защитных движков на каждом из средств. В WSA соответственно это Outbreak фильтры, специализированные фильтры для отловок самых таких пиковых вирусов и вторжений, которые на текущий момент ведутся, они очень быстро составляются вендорам. Это сторонние движки антивирусные, там Sofis, Weber, Бурт Макафи, соответственно все это вы видите в логах, как мы уже говорили с вами. Огромное количество логов может в том числе и прокси выдать с информацией по конкретному движку аналитики в следующей системе, интеграция SAMP, ThreadGrid, репутационный анализ дает системы и эмуляция активного контента, это мы с вами будем говорить, когда до фарентики дойдем, там все же самое JavaScript, Slash, и возможности интеграции с движками машинной логики, в частности когнитив Thread Analytics, переходя к следующему пункту, он предоставляет более 40 движков машинной логики, в том числе предоставляет так называемые TTP, то есть это таптики, техники, процедуры, описание высокоуровневых угроз, то есть различные Thread Intelligence бывают тактические, стратегические, вот Алексей Викторович, я так понимаю, об этом будет ближе к концу говорить более подробно, так вот тактики, техники, процедуры в сетей высокоуровневых выводят и будет рассказываться о том, как действуют злоумышленники, какими средствами действуют, как выявить соответствующие активности и какие рекомендации есть по их устранению, плюс корреляция с песочницей. OneFrontPoint, соответственно, это различные механизмы обнаружения на хосте активностей, которые включают в себя обнаружения. One-to-one hash matching, нечеткие отпечатки в фазе fingerprint, так называемые алгоритмы, очень активное задействование алгоритмов, машинной логики, корреляции атрибутов, метаданных различных форматов, portable, executable, с деревьями машинной логики, которые обучаются постоянно. Опять же, тот же ретроспективный анализ осуществляется благодаря тому, что те же самые наборы метаданных, полученные в функциональных отпечатках так называемых файлов, полученные в одну промежуток времени, они постоянно через определенные промежутки времени прогоняются по обновленным деревьям машинной логики, что позволяет выполнять обнаружение тех угроз, которые могли пройти сквозь наш периметр и отследить уже в результате всей этой активности. Импорт и интеграция индикаторов компрометации, как облачных индикаторов компрометации, которые уже встроены в систему, так и своих собственных, например, в OpenIOC версии 1.1 они могут быть импортированы. Об этом я подробнее буду дальше говорить. Выставление своих собственных черных списков на базе хэшей файлов, различные движки по защите хостов, о чем я дальше буду отдельно говорить, интеграция с VirusTotal, защита системных процессов, защита памяти, интеграция с Cognitive Threat Analytics, о котором я раньше говорил. Threat Grid соответственно в себя включает функции, которые в общем-то выполняют как классическое песочице, динамический анализ, мимо всего прочего он обогащает репортинг поведенческими индикаторами, высокоорвенными поведенческими индикаторами, там более тысячи поведенческих индикаторов, которые легко читаются, они репортят соответственно все атрибуты, которые связаны с этими индикаторами, сетевые активности, ну и все в общем-то свойственные типичные песочницы. Помимо всего прочего на первом этапе проводятся статические анализы интеграции с различными процессиками Threat Intelligence для понимания собственно репутации каждого конкретного артефакта. Циск Umbrella тоже появляется поставщиком соответствующей Threat Intelligence и сама Umbrella работает по базе мощной машинной логики и систем статистического анализа. Дальше мы об этом поговорим, но в части расследования инцидентов у него есть очень мощный инструментарий Investigate, о котором в частности уже упоминал Рослан, поскольку система ведет очень мощную корреляцию по активности, по взаимосвязям между различными элементами DNS-инфраструктуры и не только. Об этом поговорим дальше. С точки зрения FirePower и сигнатурного анализа, что у нас есть? У нас есть мощный сигнатурный набор, который предоставляет собственно сам вендор на базе движка Snort, собственно FirePower и работает на базе движка Snort, его сигнатурный анализ. Большая база встроенная уже есть, на хорошо считаемом нормальном Snort языке написание сигнатур, которые вы можете каким-то образом модифицировать, если вам это нужно. Вы можете создавать собственные правила для обнаружения определенных атак, вы можете скачивать откуда угодно Snort сигнатуры и загружать их прямо импортом тех, кто документ. Помимо всего прочего WhiteListing, так как система FirePower сама имеет возможность профилировать сеть, те хосты, которые в нем развернуты, те версии программного обеспечения, протоколов, которые работают, вы можете создать определенный набор, количество WhiteList, так называемых хостов, которые допустимы в определенных частях сети, которые включают определенные приложения и так далее, и отслеживать отклонения от этого WhiteList, что будет создавать соответственный инцидент, и вы будете иметь возможность либо автоматически, либо вручную реагировать на него. Threat Intelligence директор, о нем Руслан уже говорил, мы имеем возможность FirePower импортировать сторонний Threat Intelligence, в данном случае конкретно у меня на скриншоте изображены Threat Intelligence фиды, которые мы импортируем с Cisco Threat Grid, целый ряд фидов предоставляет Cisco Threat Grid, которые по различным тематикам и классификациям делятся, помимо всего прочего вы можете использовать любые Threat Grid, которые предоставляются наружные поставщики, платные и бесплатные, для того, чтобы подставлять информацию в системы и дать возможность FirePower обнаруживать соответствующие активности, которые подпадают под критерии этих фидов. Следующий элемент это ForeignPoint, который включает в себя целый комплекс защитных мер для конечного хоста, это движки связанные с защитой памяти, exploit prevention, сэндбоксингом памяти и отвязки перепривязыванию блоков памяти для текущих процессов защищаемых на новый блок и фиксацией попытки доступа к блоку памяти сторонних средств например для того, чтобы эксплуатировать какие-то уязвимости и мгновенно фиксировать соответствующие попытки защита системных процессов в том числе например самый простой пример это попытка эксплуатации уязвимости LSAS для того, чтобы вытащить хэши тот же самый Mimicat как работает по определенным аксесс-листам которые система предъявляет то есть нельзя эксплуатировать многие системные процессы защита на уровне на диске аналитика черных списков хэшей 1-2-1 фази фингерпринтинг то есть нечетких отпечатков для обнаружения полиморфных вариаций вредоносов это сбор функциональных отпечатков как я уже говорил и прогонных по алгоритму машинной логики в облаке в частном либо публичном это сигнатурный анализ на базе движка Tetra это возможность создания собственных правил определения и в том числе в пользу собственных сигнатур кламава которые можно спускать для обнаружения каких-то кастомных специализированными целями на эндпоинты это возможность последующего расследования и анализа комплексного анализа увиденных активностей при помощи индикаторов компрометации которые встроены в систему облачные индикаторы компрометации дают возможность свести воедино целую цепочку действий и определить их как вредоносные и эндпоинт айоке специальный индикатор компрометации который вы можете импортировать но сейчас мы более подробно об этом поговорим движок Custom Detections в частности я в одном из тестирований заказчик использовал его для того чтобы решить задачу скажем так поставили задачу надо определить и заблокировать на эндпоинтах TeamViewer который в принципе не является каким-то вредоносным по хэшу его бесполезно блокировать и там билдов целая куча вот соответственно можно сделать собственную сигнатуру например я сделал ломановскую сигнатуру по которой вычислял не вычислял а прям рассмотрел какая цифровая подпись вендора стоит на Portable Executable и по этому принципу блокировал соответственно заказчик может создавать соответствующую сигнатуру и загружать в конструктуру как некие кастомные правила определения корреляция потоков на устройстве то есть Ampure and Points фиксирует все сетевые активности запросы доменов рлоп файл трансферы с меткой времени и что самое главное привязка к конкретному процессу для возможности последующего расследования инцидента и понимания какие процессы на хостах увязаны на соответствующей активности если мы например со стороны сети начинаем свое расследование процессом соответственно более детально мы посвятим следующей презентации пока расскажу процессом расследования обнаружения соответствующих дроперов и ассоциированных активностей облачные инциденты Индикаторы компрометации дают возможность определять цепочку действий, которые, наблюдая там foreign points, включать их в единый инцидент с высокоуровневым описанием соответствующих активностей и посылкой соответствующих уведомлений. Плюс вы можете писать собственность индикатора компрометации. Опять же, они могут быть совершенно свободно скачаны от любого поступщика, кто пишет и ОКИ на языке Open ISEE версии 1.1. Cognitive Threat Analytics, об этом я тоже хотел бы поговорить, то есть это наш мощный движок машины лернинга, который производит долгосрочное статистическое моделирование в облаке, предоставляя более 40 движков машины лернинга, которые, так называемые движки без учителя, они работают на базе кластеризации, выявления вредоносных ассоциаций и после того, как система прокластеризует и свяжет по некоторым ключевым, например, два, ну обычно берется два критерия, с самым лучшим эффективным, скажем так, при подборе в телеметрической информации, которую мы передаем в Cognitive Threat Analytics, мы туда передаем именно телеметрию, как показано в данном слайде. Это может быть экспорт HTTP, логов, прокси, это может быть телеметрическая информация на базе NetFlow, сессии, которые на первый взгляд и на долгосрочной перспективе могут рассматриваться, ну обычным человеком, аналитиком, как абсолютно какие-то бессвязные. Машины логики путем кластеризации и соответствующей фильтрации могут быть абсолютно четко склассифицированы, как принадлежащие, например, к единому инциденту, и система дает возможность связать, опять же, на первый взгляд, несвязанные активности в единую, так называемую, атак-компанию, и, помимо всего прочего, скоррелировать данные активности с глобальной картой соответствующих инцидентов. Помимо всего прочего, в машину лернинг-логаритм когнитив включает один из алгоритмов, это инкриптный трафик аналитик, который дает возможность как раз обнаружить вредоносные активности внутри зашифрованного трафика. Помните, в первой презентации, когда я говорил про IPS, я говорил о том, что их сложно, а, их не везде поставишь на уровне доступа, у них есть большие проблемы с точки зрения CLS 1.3, гуглового квика, и в дальнейшем, скажем так, наступления все больше CLS 1.3, индустрия несет все больше проблем. В данном случае выявление вредоносных активностей при помощи без расшифровки трафика как раз дает возможность уйти от многих проблем, потому что не надо ничего расшифровывать. Этот машин лернинг – очень эффективный инструмент для обнаружения вредоносных активностей. И репортинг, соответственно, в X-Taxe, как я уже говорил в предыдущей презентации. Cisco ThreadGrid – это наш элемент, который отвечает за динамический анализ, за анализ вредоносного кода, его активное исполнение в виртуальной среде. Что характерно, мы можем поставлять данные, сэмплы, либо через конкретные готовые интеграции, там, WebSecurity Appliance, MailSecurity Appliance, Ampure and Points, FirePower, либо через API, очень богатый API, и получать результаты нашего анализа, либо через WebPortal. В результате мы проводим анализ без участия внутри юзерспейса, то есть это фактически так называемый kernel debugging, о чем мы будем говорить в следующей части презентации. У нас имеется некий взгляд снаружи, мы получаем, имея возможность проанализировать то, что происходит в виртуальной траструктуре по более чем тысяче поведенческих индикаторов, и, соответственно, отклассифицировав их, вывести детальный-детальный отчет по всей атрибуции артефактов, которые относятся к каждому конкретному декрированному индикатору. Ну и, естественно, получить этот отчет либо в формате JSON, либо там, что намного удобнее, в формате API, ну, помимо, естественно, нормального портала. Что самое важное с точки зрения интеграции, мы говорим об интегрируемой информационной безопасности. В процессе инцидент-респонс очень ценна возможность интеграции обогащения данных. Это возможность интеграции со сторонними системами, в том числе здесь в списке вы видите очень много интеграторов, которые производят CM-систему, производители CM-систем. Следующий момент – это обнаружение вредоносной активности, связанной с ДНС-трафиком. Здесь нам помогает Амбрелла. Руслан уже начинал об этом рассказывать и рассказал о некоторых моментах. Соответственно, с 2006 года система держит в себе огромное количество баз и обновляет постоянную информацию, ассоциации о пассивных ДНС, хуиз-записях, кто регистрирует, какие инфраструктуры, какие домены, какие активности за этими доменами и инфраструктурами числятся, какие вредоносы там разворачивались и по какой стейджингу этих вредоносов, какие инфраструктуры затрагивались. Ассоциации, репутационный анализ по IP-диаллокации, по префиксам, по автономным системам. Машинное обучение, связанное с обнаружением одновременных запросов к инфраструктурам, к одновременным запросам, связанным с запросом, например, к вредоносному хату в одной из цепочек этих запросов, для того, чтобы понять, какие еще связанные запросы, связанные с инфраструктурой есть. Опять же, в статистически значенном количестве запросов, обнаружение туннелирования через ДНС и очень многие другие алгоритмы, о которых сегодня я времени не буду рассказать, включены в систему. Стоит отметить, что, в принципе, ценность Амбреллы для нашего с вами сейчас цели стоит в том, что это не какой-то просто блэклистинг, а действительно машин-лёрнинг, который может принести действительно интеллигенс как с точки зрения этапа обнаружения, так и с точки зрения расследования последующего для обогащения информации по инциденту, для обогащения информации о конкретных артефактах. И следующий момент о том, о чем уже говорил Руслан, я лишний раз подчеркну этот момент, возможность анализа, так как у меня сейчас эта презентация посвящена анализу, возможность анализа подверженности инфраструктуры определенным типам угроз, когда у нас есть определенная часть информации, которую мы хотим проверить, то есть некоторые вводные данные. Мы хотим понять, например, изображена ли наша инфраструктура, подвержена ли она определенным угрозам. Взять, например, скопировать индикатор компрометации с сайта поставщика, это и Threat Intelligence, например, с блога какой-то компании. Либо если мы расследуем инцидент, у нас есть хэш, айпишник, домен, записи сис-логов. У нас есть набор этой информации для того, чтобы... И мы хотим понять, какие хосты, в каких местах нашей сетевой инфраструктуры могли быть индикаторы, соответствующие этим вводным данным. Мы можем взять и запросить систему, во-первых, а точно отклассифицировать репутацию каждого конкретного объекта, который мы хотим расследовать, там, айпишника, домена, хреша и так далее. У нас может быть один поставщик в Threat Intelligence, а лучше их иметь больше. Каждый новый запрос к соответствующей системе, новый может вернуть совершенно разные вердикты, потому что у одного поставщика он будет иметь хороший вердикт, у другого плохой вердикт и так далее. Соответственно, чем больше, тем лучше. И B, мы хотим увидеть, где в нашей системе есть соответствующие типы объектов, которые мы видим, какие из них вредоносные, какие нет, где у них стабильные соединения, где они у нас имелись на хостах реги файлов. И следующим этапом мы бы хотели заблокировать соответствующие активности, то есть применить соответствующие методы реагирования. В данном случае Threat Response – это тот замечательный инструмент, который может свести воедино этот процесс и обогатить данные сторонних поставщиков Threat Intelligence и цисковских поставщиков Threat Intelligence, просить инфраструктуру на предмет соответствующих активностей, построить графы взаимосвязи, провести полноценное расследование и провести реагирование с блокировкой на соответствующих элементах инфраструктуры этих активностей. Соответственно, есть модули, которые поставляют данные, есть модули, которые предоставляют функции контроля, и есть, собственно, смешанные модули, которые предоставляют и данные аналитики, и функции контроля. И дальше мы переходим к процедуре расследования, реагирования на полученные сигналы. Часть шестая – это парентика. То есть в данном случае мы захватываем элементы containment и анализ в нашей процедуре. Процедуру расследования я в данном случае взял за основу данной презентации бюджетного парентика-ресерч-воркшопа, который будет состоять из шести элементов. Первый – это идентификация следов и улик в логах, их верификация. Как я уже говорил, чем больше мы имеем источников, подтверждающих и взаимо неопровергающих улик, тем лучше. То есть они должны друг друга подтверждать в идеале. Следующий – это элемент сохранения. То есть мы должны обязательно оградить наши улики, которые мы собрали от их модификации, удаления. Если мы конфискуем какой-то компьютер, его надо оградить логически и физически от возможностей изменения, удаления от наших улик, которые мы собрали, может быть тем человеком, который подозревается в соответствующих активностях. В виртуальном пространстве, соответственно, это снятие своевременной снэпшот, сохранение энергонезависимое хранилище и снятие дампа памяти. Следующий этап – это начало сбора цифровых улик с сетевого оборудования. Мы можем собирать там ARP-кэш и MAC-таблицы маршрутизации для того, чтобы понять, какое состояние уникальное на этапе снятия улик у нас было на сети, какая привязка у нас с портов к пользователям, с MAC-ом была, какие маршруты у нас были прописаны и так далее. Мы собираем с хасов образы дисков, соответственно, memory dump-ов. Об этом мы дальше поговорим. На этапе examination мы применяем специализированные утилиты, которые позволяют нам сделать экстракцию этих данных, извлекать их, изучать. На этапе аналитики мы анализируем, соответственно, извлеченные данные и рассматриваем каждую новую улику в привязке к новым всплывающим подробностям данной атаки. И на последнем этапе мы создаем детальный целостный отчет, где описываем все процедуры, которые мы проходили, все активности, которые были проделаны на этапе расследования, которая должна нам дать возможность понять, какая она была первопричина возникновения инцидента. Какая у нас есть очередность сбора данных? Есть в ВИТФ замечательный документ, Guidelines for Evidence Collection and Archiving, который делает приоритизацию сбора цифровых улик. энергозависимых, потому что с энергонезависимыми все более-менее хорошо, а вот с энергозависимыми, которые живут очень короткое время в памяти и живут они уж точно до того момента, пока не выключатся питание, все очень плохо, поскольку есть некоторые данные, например, регистры кэш, которые очень быстро перетираются. И, соответственно, есть списочек, по которым приоритетен надо собирать эти данные. Это регистры кэш, таблицы ассоциации, арп-кэш, таблицы процессов, статистика ядра, память RAM. Временные файлы диск уже идут после. Дальше уже идут менее приоритетные, медленно перезаписанная информация, это отдаленное логирование, данные мониторинга, физические конфигурации, сетевые и сапологии, архивные данные идут в самом конце. Проблема первореагирующего, так называемая в науке форентики first responder. Это тот человек, который может капитально либо помочь расследованию, либо капитально его завалить с самого начала. Неправильно обученный человек, который первый реагирует на инцидент, это тот человек, который его, во-первых, должен выявить, что это инцидент, не взять там Windows форматной, поставить с точки зрения там айтишника чистенький компьютер. Да, тут есть некий конфликт интересов, кстати говоря, тоже можно отметить. То есть есть инцидент-респонс, есть форентика. В общем-то форентика, как частное, является вхождение, входит в инцидент-респонс. Бывает, это отдельный процесс, но это вещи, которые между собой явно конфликтуют в каком-то степени, потому что в инцидент-респондеры, так называемые, если мы их сейчас так вот разделим, две логические группы, им очень важно быстро закрыть инцидент с точки зрения того, чтобы вернуть бизнес в работу, в рабочее состояние, потому что там горячие головы в менеджменте, они не очень любят, когда у них там какой-нибудь важный сервак с подозрением на компрометацию данных взяли и изъяли на 4 месяца для проведения каких-то работ, бизнес просто встанет. С точки зрения форентики, да, очень классно все детально изучить, но никогда им времени очень много на это не дают. То есть это некий баланс. И для того, чтобы вы вообще в принципе могли провести расследование, у вас должно быть достаточный набор релевантных данных, собственно, о чем мы говорили. И для того, чтобы иметь возможность собрать эти данные, как минимум первый человек, который идентифицирует этот инцидент, если мы говорим, например, о дестопных системах, в частности, он очень может сильно насолить людям, которые будут в дальнейшем ответственны за проведение расследования, ну, например, взяв и внеся много изменений в систему, там, затерев необходимые данные в раме, взяв, перезагрузив систему, видя определенные признаки, которые квалифицируют данное поведение как инцидент. Что очень важно, данная политика и тренинг у этого человека должны быть, иначе это будет плохой инцидент-респондер первый. Соответственно, первая реакция – это никогда ничего не отключай в случае, если выявили инцидент. Потому что очень важные данные для следующего расследования находятся в памяти, в энергозависимой. Надо собирать как можно больше данных. Ну, как бы, тому, каким образом нам плейбуки организовывать, мы в следующем этапе расскажем, в нашей презентации. Но все должно быть учтено, и надо собрать как можно больше данных. Что нужно делать в данном случае? Нужно либо человек натренированный, называя соответствующего представителя СИРТ, либо который входит в постоянную команду СИРТ, либо подключаемый к несоответствующему департаменту, непостоянный член команды СИРТ, который должен сделать соответствующие активности, либо позвонить в соответствующую службу, аутсорсинговую службу, Инцидент Респонс, которая, например, представляет очень много компаний по всему миру, включая, естественно, СИСКО. Инцидент Респонс Тим, когда к вам выбегает соответствующий классный специалист с большим кейсом, так называемым джамп-китом, на ваше место, и начинает расследование, сбор данных. Это может быть внутренняя служба, это может быть какой-нибудь, скажем так, внешний деятель, как, ну, например, в данном случае, если мы говорим про американский РНТ, там, ФБР, который придет там все, все опечатает, и бизнес на этом станет в позу. Поэтому очень многие предпочитают делать Инцидент Респонс самостоятельно. Какие интересуют нас устройства? Это компьютеры, мобильные хранилища, цифровые камеры, принтеры, сканеры, мобильные устройства, все, с чего можно снять полезные данные для последующего расследования. Получение данных с сети. Какие данные можно снять с сети? Очень много полезных информаций. То есть коммутатор мушсистации, данные по топологии, данные маппинга физических портов к конкретным пользователям, конкретным машинам с конкретными маками, данные, конкретный промежуток времени. Желательно еще с атрибуцией, соответствующей имени пользователя. Чем больше данных, тем лучше, соответственно, релеванта. Межсистевые экраны – это, соответственно, данные, которые детальные логи. Если есть какие-то встроенные DLP-системы, тоже хорошо. IPS-ы, IDS-ы. Их данные о событиях, которые могут быть связаны с этим хостом, с этой активностью данные прокси, DHCP, доменные контроллеры, какой пользователь был логифицирован, какая машина была, с каким именем в данный момент времени, зашла ли она в домен, пользователь залогинился, под каким именем пользователь залогинился, какой IP-шник, соответственно, в данный момент времени. Все это очень важные данные. Если у вас есть дамп трафика, соответственно, вы можете собирать, либо на уровне сети постоянно, либо во время расследования, снима, съема улик, вы можете его собирать. И обязательно-обязательная документация всех улик. И данную презентацию я не уделял, как бы, отдельно много времени обзору документации, но если смотреть западный опыт, там каждый чих, и должен все-таки обшираться еще в 10-м фотографии и так называемым документом чейнов, как там правильно кастать, где оно читается. У меня даже соответствующие бланки есть, но я сюда их не стал включать. Получение данной сети с точки зрения инструментария, в данном случае я рассматривал открытый инструментарий, захват пакетов может с вами производиться тем же самым вайршарком и подобными решениями, и последующий анализ может проводиться Xpliqo, например, вот здесь вот есть соответствующий инструментарий, который дает возможность разбирать пакеты сессии по соответствующим протоколам и расследовать уже конкретные активности по протоколам, либо CAP-анализ, который дает возможность тоже сделать соответствующее разбиение, плюс обогатить информацию про свирустотала по репутационной составляющей. Dnestop, EditCAP, в частности, вот последний может посмотреть и разбить вам большой пикап на более мелкие наборы пикапов, там по 50 тысяч сэмплов, вот у меня есть несколько примеров, либо на 10-минутные сегменты для простоты анализа. Получение данных в СССР с точки зрения инструментарий, который предлагает CISCO, это большое количество обогащенных данных с идентификацией контекста, то есть, когда мы говорили там съем данных по маппингу пользователя в компьютерах к порту, к инфраструктуре, здесь уже все вам конкретно IDEN Service Engine может выдать с портом, IP-шником, MAC-ом, пользователем, там профилем устройства в данной конкретной момент времени, который там завязан в том числе на его активности CQA, да, локационные данные, Umbrella даст возможность вам полной логи, привязанной к конкретному пользователю, его логину там в домене, внутреннему IP-шнику очень быстро взять и проассоциировать для последующего расследования. Firepower, соответственно, полную трассировку соединений там через сенсоры, в том числе с атрибуцией для пользователя, его роли сразу даст возможность привязать к расследованию. CISCO даст возможность понять, какие сетевые соединения внутри сети были, которые не дошли до Firepower, которые не выходили за инфраструктуру, которые могли на уровне Layer 2 проходить. Может быть, вы расследуете распространение Malware, там шифровальщика. CISCO даст возможность снять эти данные и протрассировать активность сетевых вплоть до процесса, напосредственно на хосте, вплоть до пользователя, который потом уже не отвертится. Web Security Appliance, соответственно, дает атрибуцию по потокам, которые мы видим и ассоциируем по активности по HTTP, там, TP-SOX. Ну, и Mail Security Appliance, как уже мы говорили, да, это полная инспекция тел, письма, хедер письма, соответствующий репутационным анализам. То есть, это все вам доступно. Как работать с включенными и выключенными компьютерами, когда вы начинаете сбор улик, соответственно, с включенными, это не выключать, естественно, пока вы не соберете все данные. Если используется какое-то шифрование данных или если вы расследуете какую-то Malware, то используете какой-то Packer, то все данные, которые с ним связаны, часто всегда вы потом сможете, если у вас есть оригинал этой Malware, получить во лаборатории, когда дойдем до Malware-анализа, ну, либо, соответственно, очень многие данные по активности, которые совершались конкретно этой машиной, мы можем собрать из дампа памяти. Если бы, соответственно, его не сняли, извините, мы очень много потеряли. Соответственно, включенное, с него надо снять как можно больше данных по соответствующему рангуку с выключенными, надо, соответственно, их не включать, никак не изменять состояние системы, в том числе для того, чтобы никаким образом не повредить целостность улик, потому что с каждой улики вы, с которой можно, вы снимаете хэш. Ну, для того, чтобы, как на Западе это предъявляется потом в суд, они, все хэши обязательно сверяются. Вот. Вы делаете копии жестких дисков, это уже последующий этап. Что с хостами запитанными? С виртуальных машин вы снимаете снэпшоты, вы снимаете хэш-функции с копией снэпшота, снэпшота до снятия, после снятия, вы снимаете, виртуальной памяти. Техники получения образа с компьютером много будет различными. Ну, как правило, это на локальном USB-носителе, то есть, чтобы меньше всего надо было ставить на компьютер, опять же, меньше изменять вашу, собственно, улику, да. Вы приносите на USB свой инструментарий, например, FTK Imager, очень удобный, open-source, то есть, свободно доступный инструментарий, вы можете снять имидж, вы можете его дампить сразу на ту же самую флешку, либо вы можете дампить его через NetCAD по сети на какой-нибудь его сервер, желательно, с использованием шифрования в закрытую зону. Вы можете снимать удаленно и извлекать эти имиджи, в том числе имиджи оперативной памяти, ну, например, F-Response представляет соответствующие функции, вы прям маунтите непосредственно с удаленного компьютера, как локальный жесткий диск, его рамы и делаете с него имидж. Причем есть еще различные естественно форматы снятия имиджа, об этом поговорим дальше. Фреймворки для анализа дамп в памяти, я здесь привел несколько, то есть, один из самых популярных, это Volatility, есть еще гугловский рекорд, который очень похожие функции предоставляет. если мы получаем данные с хостов с точки зрения имиджей и ивентов данных, то есть, первое, тут есть несколько конфликтов, заголовочки есть незапитанные хосты, на самом деле тут рассмотрены те алгоритмы, которые мы из запитных хостов тоже делаем, то есть, с точки зрения снятия получения образа диска, мы можем его получать как live непосредственно с системы, которая уже включена и запитана так, собственно, и с незапитанные системы путем снятия копий жестких дисков соответствующими либо с включением так называемой блокираторами записи, здесь на скриншоте один из них указан, который не дает возможности нам изменять и записывать на диск что-то, что дает возможность не изменять наши улики. отдельная рекомендация это снимать полный образ жесткого диска, а не конкретных логических разделов, соответственно, это дает нам возможность увидеть слаг спейс, у нас невыделенное пространство, тоже увидеть, соответственно, мы получаем мартер файл table entries и можем найти те данные, соответственно, которые могут быть запрятаны в невыделенных властях, что будет нам недоступно, если мы снимаем логические часть. Типа формат, который мы можем снимать различные, это может быть некий raw image, но у них raw image есть один нюанс, они, соответственно, не делают чек-сумму. Есть очень популярный, соответственно, варенье формат, это nksevidence файл от Guardian software, который проставляет все суммы, каждый 64 килобайт с читанных данных и пишет в конце MD5 чек-сумму, плюс имеет отдельный хедер с информацией о деталях и метаданах образа, которые мы снимаем. В данном случае в науке фарентики очень-очень важно все протоколировать по каждым конкретным чихи и шаги. Естественно, диски, на которые мы производим запись копий снимаемых жестких дисков, улик должны быть так называемые чистые, очищенные специальным образом форматированные и не должны содержать каких-то артефактов предыдущих расследований или использовать грязный диск просто почистить таблицу файлов. В идеале еще нужно зашифровать эти диски для того, чтобы если мы исследуем диски с уликами, которые могут содержать конкретные данные, к ним не могло быть получено какой-то неавторизованного доступа, ну уж тем более там есть отдельные требования к хранению улик, сдачи их, передачи и обработки. Помимо всего прочего, мы можем использовать Live Imaging версии Linux в различных сборках для того, чтобы и утилит open-source для того, чтобы с Live диска взять и снимать эти образы. В том числе есть классная утилита DC3DD, которая разработана в Department of Defense G6Corn Blumen, очень часто используется в парензике. Соответственно, есть инструментарии, очень специализированные для данных конкретных целей, снятия аналитики с жестких дисков, это Encase, очень дорогая система, которая целый спектр сервисов предоставляет по парензике жестких дисков и других носителей. Используется очень широко в госструктурах, в low-enforcement агентствах, FTK, Forensic Toolkit, насколько я слышал, все ФБРУ используют. Более дешевые варианты это X-Face и, естественно, огромное количество линуксовых тул, в том числе отдельные сборки. Здесь я привел нескольких вариантов, например, четыре сборочки, которые содержат определенные инструментарии, которые могут вам помочь как раз в нашей науке фаренсика. Это DEVT, PALADIN, Computer Aided Investigation Environment, KINE, и очень популярный Малварий анализ сборка Remix. Анализ памяти. Анализ памяти очень полезный и интересный процесс, который дает нам возможность очень глубоко погрузиться в те активности, которые происходили в компрометированном хостом. Те данные, которые мы не можем получить никак, кроме как залежащих память. Понять те активности, которые Малварь производила на данном конкретном хосте. Классически есть две методологии. Методология сетевых соединений, где мы идем от подождительных сетевых соединений, трейсим их до имени процесса, родительского процесса и всех актуированных активностей с артефактами. То есть раскрываем, идем от сетевых соединений и санксовская методология, когда мы идем от вредоносного процесса, смотрим привязку DLL к функции хендлеров, которые с ним ассоциированы. Смотрим сетевые артефакты, которые на эти процессы цепляются, смотрим следы инъекций кодов, другие процессы, следы закрепления в виде руткитов, ну и дампим соответствующие процессы драйвера и дальше их расследуем в рамках Малварь-анализа. Классические очень популярные утилиты для анализа памяти. Я, конечно, здесь мог очень большую презентацию сделать и описать каждый конкретный из этих плагинов, но я не буду ибо времени очень мало. В частности, я здесь привел в списочке популярные плагины для волатилити, которые дают возможность определять привязку процессов к тюн-соединениям, запрашиваемые DLL-ки, отвязанные DLL-ки, отвязанные хендлеры, посмотреть пункты, те процессы, которые пытаются скрыться, сделать дамп процессов, дамп памяти процессов, дамп DLL-ок, процесс-лист и так далее. Все те замечательные вещи, которые требуются аналитику, ну, не исчерпывающиеся. Анализ вредоносного кода. Это, соответственно, тематике тоже можно посвятить целый день, а то и неделю, а то и всю жизнь. Что перед нами процесс ставит, какие цели? Надо понимать, понять, что делает вредоносный код, как он это делает, какими средствами и кто в идеале за ответственным за эти действия. Ну, последний пункт некоторые перед собой не ставят. Разделяют статический анализ, он может, на самом деле, делиться каждый, статический и динамический анализ. Статический анализ это обследование вредоносного кода без его реального запуска по некоим внешним признакам, по исследованию кода. Различают как базовый статический анализ, так и продвинутый статический анализ. Точно так же есть базовый динамический анализ и продвинутый динамический анализ. Соответственно, это очень сильно различится по сложности тех процедур, которые предлагается выполнить. Динамический анализ это, соответственно, понимание того, каким образом вредонос себя ведет на системе в процессе его извлечения. То есть, в первом случае мы не извлекаем, не запускаем вредоносной системе, а в втором случае мы смотрим, как он извлекается и что он реально делает. Есть такой замечательный человек Ленин Зелцер, который санцовские курсы ведет. Очень рекомендую его сайт zelser.com. У него есть своя методология по анализу вредоноса. Соответственно, первое, мы создаем закрытую лабораторию, которая полностью отделена от продуктивных систем, которые имеют аппаратные, программные средства для проведения расследования анализа вредоносного кода. Мы оцениваем поведение вредоносного кода, как он взаимодействует с операционной системой. Сначала базовым анализом, потом изучаем сам подозрительный код приложения, чтобы понять, как он работает. Это так называемый advanced static analysis, где нам зачастую дизассемблер нужен. Следующий этап – проведение динамического анализа. Сначала, естественно, базового динамического анализа, где мы просто запускаем систему без дебаггера и обнаруживаем многие те нюансы, которые мы просто в принципе не могли обнаружить статическим анализом. Если у нас файл запакован, либо он зашифрован, то видеть зачастую, что он делает, и распаковать его, пройти через несколько словев шифрования и упаковки, можно только динамическим анализом в принципе. Ну и, соответственно, продолжаем процесс, пока цели не будут достигнуты нашего анализа. Ну и в результате подготавливали целый отчет о расследовании. Статический анализ у нас включает такие техники, включает в себя такие шаги, как fingerprinting, то есть получение криптоиспечатка, хэша, который можно сверять с другими вредоносами. Антивирусное сканирование, которое даст возможность нам понять, какими антивирусными движками, как определяется соответствующий вредонос, экстракция строк, диапускация этих строк при помощи целого ряда инструментов, которые есть опенсорсные, в том числе на рынке, которые по известным алгоритмам, очень популярным алгоритмам могут дошифровать эти строки, так сказать, диапускировать только статически, без динамического анализа. В зависимости от формата файла мы можем изучать соответствующие его заголовки, ресурсные части, получать оттуда данные, видеть аномалии и анализировать соответствующие содержимое этого формата, в том числе и документальных форматов, там обжиг стримы различные вытаскивать, их анализировать. Это без статического анализа, то есть без динамического анализа. Анализ пакировщиков, то есть понимать, запакованная это в Malware, либо она не запакована, то есть запакованный файл в принципе вызывает уже подозрения, потому что он запакованный, нормальные люди не пакуют и не шифруют данные. Хотя есть исключения на самом деле для защиты копирайта, но скорее исключения на самом деле из правил. И веселый хардкор это дезассемблирование, реверс инженеринг и всем поклонникам ассемблера сюда. Это такой самый интересный процесс, когда мы уже непосредственно в деталях начинаем разбираться, какие пути исполнения кода есть и предусматриваются в рядоносе, каким образом нам надо изменить инфраструктуру и окружающую систему для того, чтобы увидеть различные другие альтернативные пути извлечения процессов. Или увидеть там различные алгоритмы защиты от обнаружения, в том числе от динамического анализа. Плюсы, ну нет необходимости в рядоносный код запускать у себя на компьютере. Ура, счастье. Второй момент, получить общее понимание намерения автора, который написал этот в рядоносный. Что, кстати, тоже не всегда 100% по статическому анализу. Минусы занимают очень много времени, очень классное, интересное задание, но съедает огромное количество времени. К сожалению, даже малвария, как бы, любителям поанализировать малварь в интервьюерных лабораториях не всегда располагают таким количеством времени. Динамический анализ. Динамический анализ – это запуск, соответственно, в виртуальном пространстве кода, соответственно, понимание того, как он себя ведет. Из плюсов есть возможность убрать шифрование, опускацию, пакеры убрать, расшифровать строки зашифрованные, предоставить соответствующие необходимые элементы инфраструктуры для того, чтобы код извлекался так, как он должен извлекаться. То есть, в базе своей, что нужно на этапе динамического анализа, предоставить наиболее удобные и комфортные условия вредоносу для того, чтобы он жил прекрасно и показал себя во всей красе. Соответственно, минусы – не всегда успешен без предварительного статического анализа, к сожалению, потому что очень много малварей имеется за анализ и понимание того, что пытается понять то, что его извлекают в дебаггере, его извлекают в среде эмуляции, и он может, соответственно, либо перестать работать, как он должен, ну, либо вообще не работать. Применяются там различные ухлечения для защиты от динамического анализа. Вот. Очень много совершенно страшных вариаций бывает по защите от динамического анализа. Вот. Есть две категории анализа. Это анализ с указанной точки, то есть вы берете, скорее, базовый динамический анализ, когда вы берете и фиксируете, скажем так, состояние системы на момент А, пока вы не заразили систему, снимаете там какие файлы, процессы, реестр, сетевая активность есть, и запускаете вредонос, убеждаетесь о том, что он полностью выполнен, и делаете повторный прогон, снимаете все те же самые данные и фиксируете изменения. Второй момент – это дебаггинг. Суперинтересный процесс с дебаггером. Когда вы изучаете работу этой программы на уровне ассемблерных кодов, функций, степ-бай-степ, проходите по ней и можете, соответственно, менять ее поведение, видеть, что она требует в процессе своего извлечения. Различные утилиты для этого используются. Есть kernel-дебаггинг, есть user-mode-дебаггинг. Опять же, на различных типах дебаггинга строятся различные типы систем динамического анализа. Я имею в виду песочницы, есть автоматические, естественно, системы динамического анализа. Те утилиты, о которых я вам говорю, сейчас это для ручного анализа. Популярные инструменты – OLI-дебаггер, Immunity-дебаггер, GDB, X32-DB, G64-дебаггинг для 64-битной Malware. И kernel-дебаггинг, один из старых артурных – это WinDBG, который, как правило, в kernel-дебаггинг требует старую систему, потому что фактически постанавливаете едва системы в брейкпоинтах. И в случае обычного user-mode-дебаггинга вы эмулируете один конкретный процесс или переключаетесь между трэдами и процессами, то здесь вы дебажите целую операционную систему. Но в случае каких-нибудь руткитов, к сожалению, ничего другого не остается. Инструментарий для анализа вредного основного кода вы скажете, и что, это все? Нет, это не все. Я это все ни в один слайд не умещу, потому что инструментарий очень огромный для проведения статистического и динамического анализа. Огромное количество пулзов, которые делают это в сборках различных Linux-ов и виндовых сборках соответствующих. Рекомендую вам Remnix. Инструментарий, опять же, Леня Зельфер приводит на своем сайте некоторые. Помимо, собственно, тех вещей, которые мы уже вам писали из инструментария ЦИСКа. С точки зрения реагирования на инциденты нашими инструментами ЦИСКа, мы можем писать реагирование, то есть закрытие инцидента, ограничение этого инцидента и, соответственно, как его убрать из сети. Какие вещи? То есть, а, сегментация карантин при помощи identity service engine, системы контроля счета доступа, который может автоматически переводить карантин при передаче из статистического API сигнала, либо действия администратора, это IPS, это собственные обновления сигнатур, встроенные сигнатуры, тюминг сигнатур, это AMP, который предоставляет вам целый ряд функций для блокирования вредоносочной активности, то есть на уровне IP черной списки, запрет развлечения определенных программ, собственные индикаторы компрометации и индикаторы сигнатуры, которые вы в Simple Detections можете делать, FirePowers, интегрировать собственные фиды, Threat Intelligence, блокировка при помощи ACL, конечно, с различными типами фильтров, применение автоматического карантина через identity service engine с использованием API, SalesWatch имеет возможность тоже накладывать карантин через один service engine, через тот же TPXGrid API, Email Security Appliance, это различные выставления критериев по блокированию отправителя с учетом контекста, с учетом контента, с учетом заголовка и так далее, Umbrella, это API для реагирования, который дает возможность заблокировать домен вредоносный, глобально по всей системе через API, быстро, либо ручную, либо автоматически, частные blacklist и whitelist. Коллеги, на этом я попытался вместить невместимое. Спасибо. Передаю слово Алексею Викторовичу. Как у тебя открытый интернет? Спасибо, Дмитрий. Мы подходим уже к завершению. И мне хотелось бы сказать, что у нас остается тема, связанная с уведомлением, то есть, что мы делаем по факту обнаружения каких-то несанкционированных действий. Простите, сейчас я в минуту себя поставлю. Вот, соответственно, к такого рода действиям у нас могут относиться как банальная отправка электронной почты администратору по факту наступления какого-то инцидента, возможно, даже какой-то звонок, что можно даже попытаться автоматизировать. Вот, или демонстрация сигнала тревоги на консоли, либо отдельного средства защиты, или СИЭМа. Но, поскольку мы все-таки говорим сегодня в меньшей степени о функциях отдельного продукта, сколько о выстраивании некого процесса, то сейчас, в финальной части, мне хотелось бы показать некоторые возможности, которые позволяют интегрировать между собой различные решения ЦИСКа, так и интегрировать их с внешними платформами, связанными с обеспечением информационной безопасности. Я не буду рассказывать про то, как мы достаточно хорошо интегрируемся с различными СИЭМами. После того, как несколько лет назад мы, к сожалению, и для нас неожиданно закрыли направление ЦИСКа-Марс, то мы достаточно активно стали интегрироваться с существующими на тот момент на рынке системами сбора и корреляции событий безопасности. Поэтому в этой части, наверное, я особо глубоко погружаться не буду. Как мы передаем события и как они визуализируются на других решениях в области безопасности, здесь все, конечно, зависит от того, с какими конкретно продуктами работаете вы, либо в ваши заказчики, если вы являетесь партнером компании ЦИСКа. Более подробно о том, с кем и как мы интегрируемся, можно прочитать у нас на сайте. У нас есть специальный альянс, ЦИСКа Security Technology Alliance, который на сегодняшний день содержит более 160 партнеров, в рамках которых мы организовали более 280 интеграций по совершенно различным направлениям. И мне не хотелось бы тратить наше время, которого и так осталось не очень много, на рассказ об этих интеграциях. Хотелось бы посмотреть достаточно нетипичные задачи, которые можно реализовать на базе решений ЦИСКа, но которые далеко не всегда по нашему опыту реализуют наши заказчики, во многом теряя в том функционале, который позволит из неплохих, но все-таки разрозненных решений ЦИСКа сделать целый конструктор, который будет работать как часы и, собственно, позволит нам выстроить полноценный процесс Security Operations. Для этого, к сожалению, невозможно использовать только графический интерфейс, более того, его невозможно использовать для решения данной задачи. То есть здесь нам ключом к автоматизации и интеграции разрозненных продуктов между собой, а также с внешними решениями как open-source, так и коммерческими от других компаний будет являться API, который сегодня присущий любому нашему продукту. То есть какой бы продукт в области безопасности мы не взяли, везде есть API, о которых уже упоминал Дмитрий и полный список которых можно найти в отдельной статье у нас на Хабре, либо по той же самой ссылке, связанной с Cisco Security Technology Alliance, где перечислено, собственно, как мы интегрируемся с теми или иными продуктами. Вот, собственно, API нам позволит собирать данные из различных решений по безопасности и, опираясь на собранные данные, выстраивать свои собственные операции, которые мы хотим реализовать, исходя из нашей стратегии или политики в области информационной безопасности. Это позволит нам автоматизировать какие-то рутинные задачи и снизить время на реагирование на те или иные инциденты. Для того, чтобы воспользоваться тем API, который есть в любом продукте, достаточно использовать практически любую утилиту, любой инструментарий, который позволяет делать веб-запросы. И, используя документацию, которая выложена у нас в открытом виде, мы можем собирать действительно совершенно различную информацию и использовать ее для своих задач. Например, мы можем собирать данные об уязвимостях, которые у нас коллекционируют для каждого узла Cisco Advanced Malware Protection for End Points. И дальше эту информацию через API отдавать, ну, например, какому-то внешнему айтишному решению, который отвечает у нас за управление IT-активами. Например, если у нас в организации используются инструментарии по устранению уязвимости и установке патчей IT-департаментом, а не службой информационной безопасности, то мы можем с помощью API вытащить информацию из АМПа, с каждого инпоинта, который защищается агентом АМПа, и, соответственно, передать ее дальше для принятия каких-то решений. Эта задача может быть полностью автоматизирована, и даже если у вас не используется в организации никакого сканера безопасности, то АМП позволяет решить многие задачи, связанные с управлениями уязвимости. Сделать это достаточно несложно. У нас на сайте, я дальше покажу ссылку, есть достаточно большое количество примеров скриптов, которые позволяют автоматизировать данную функциональность. В частности, вот здесь мы видим пример скрипта для сбора данных об уязвимостях конкретного узла, который защищается агентом Advanced Malware Protection for Inpoints, и с помощью хорошо задокументированного API мы, собственно, вытягиваем всю необходимую нам информацию, и затем мы ее можем либо визуализировать, либо загнать, например, в Excel, либо загнать в какой-нибудь BI решение по бизнес-аналитике, например, TABLU или бесплатное решение от Microsoft, либо сделать свой собственный плагин для спланка, который будет визуализировать эту информацию, либо можем отдать каким-то внешним решениям, которые будут опираться на данную информацию для автоматизации той или иной рутинной задачи. Мы можем брать информацию об уязвимостях, например, залить ее в FirePower. Как вы знаете, FirePower Next Generation Firewall или FirePower Next Generation IDS за счет анализа сетевого трафика могут выявлять уязвимости в тех приложениях, которые запускаются на узлах в контролируемом сегменте. Но для повышения точности данного анализа и для более эффективной работы системы корреляций, которая встроена в каждый FirePower, мы можем опираться не только на информацию об уязвимости, которую мы извлекаем из сетевого трафика, из заголовков IP-шных, TCP-шных, из размера окна, из user agent HTTP-шного и так далее, но и можем получать эту информацию из внешних решений, например, от сканеров безопасности. Это может быть Qualys, это может быть Rapid7, это может быть MaxPatrol от Positive Technologies. Мы эту информацию можем брать и от Cisco Amp, и с помощью соответствующей API загонять эту информацию в FirePower Management Center для того, чтобы встроенная система корреляции работала более эффективно. И помимо информации об уязвимостях, мы можем, собственно, загнать информацию и о персональных компьютерах, на которых эта уязвимость найдена. То есть название узла, операционная система и многие другие данные, которые нам необходимы для более эффективной корреляции событий безопасности и снижения нагрузки на оператора как самого FirePower, так и аналитиков СОК, которые будут иметь дело уже с проверенной и перепроверенной информацией об атаках и только тех атаках, которые имеют отношение к защищаемому сегменту, либо защищаемому узлу. То есть число ложных срабатываний будет снижено. Вот здесь на слайде как раз показан пример скрипта, который добавляет к сбору информации об уязвимостях еще и сбор данных о самом персональном компьютере, который мы защищаем и данные, о котором мы хотим дальше использовать в рамках той или иной операции. Еще один пример задачи, которая часто возникает, когда мы хотим осуществить страдхантинг, о котором рассказывал Дмитрий, и когда нам надо подтвердить, что, например, тот или иной файл, который мы получили по электронной почте, либо скачали из веба, либо загрузили на флешки, которые подаются на вход тому или иному средству защиты, там AMP for InPoints, AMP for Content, AMP for Network, мы хотим быть уверены, что система не дает ложного срабатывания, а что ровно тот же самый вердикт мы можем получить и в других внешних платных либо бесплатных инструментах, связанных с Threat Intelligence. Это может быть IBM X-Force, это может быть VirusTotal, это может быть CYMRO, ну и, конечно, это может быть, собственно, сысковский Threat Grid. Поэтому мы можем, конечно, попытаться в ручном режиме загнать один и тот же файл, либо его хэши отдельно в X-Force, отдельно в Threat Grid, отдельно в VirusTotal и так далее. А можем попробовать автоматизировать данную задачу с помощью скрипта, который, собственно, нам позволит, загнав на вход соответствующий хэш, проверить его сразу на нескольких внешних сервисах Threat Intelligence и на выходе, собственно, выдать финальный вердикт. Соответственно, если все четыре сервиса, или там больше одного, или больше двух, эта логика уже достаточно легко программируется, выдает нам вердикт, что файл является вредоносным, либо в нем содержатся признаки аномальной вредоносной активности, то мы можем уже с большей уверенностью принимать те или иные решения по блокированию запуска этого файла, распространению этого файла, ну и, возможно, создание тикетов для SOC и выполнение других действий в соответствии с теми плейбуками, которые у нас разработаны для анализа файлов, о которых, собственно, я уже говорил в самом начале. Ну, вот здесь показан пример такого скрипта, который позволяет нам обращаться и к базе Threat Intelligence X-Force от компании IBM, и к VirusTotal, и к ThreatGrid, и к четвертому Symer.com сервису по анализу Threat Intelligence. Какие-то из этих сервисов являются платными, какие-то из этих сервисов являются бесплатными, но в данном случае просто демонстрируется возможность использования скрипта, который по нужному индикатору обращается к внешним различным ресурсам, тем самым повышая эффективность процесса реагирования на инциденты, снижая нагрузку на аналитиков, которые занимаются анализом инцидентов, и снижая число ложных срабатываний, тем самым повышая защищенность инфраструктуры. Еще один пример, который позволяет нам по конкретному индикатору, по конкретному хэшу получить связанную информацию, например, домены, с которых распространяется тот или иной вредоносный файл, а также IP-адреса, например, к которым обращается в рамках командного управления вредоносный файл. Опять же, эта задача может быть достаточно легко автоматизирована с помощью скриптов, но, к сожалению, наверное, видео показано не будет для тех, кто нас слушает и смотрит по вебоксу, но в финальной презентации, собственно, вы увидите тот результат, который генерится. Идея, в общем-то, достаточно простая. Опять же, снижение времени на выполнение достаточно рутинных операций. И вот те результаты, которые сейчас отображены на слайде, это найдено по конкретному хэшу 9 связанных IP-адресов и 5 доменов, которые распространяли данный вредоносный файл, мы можем уже парсить их отдельно, выполняя какие-то задачи, также с помощью тех или иных скриптов, которые мы пишем, с помощью тех возможностей, которые присутствуют в решениях компании CISCO. То есть это масштабируемая совершенно архитектура, которая позволяет нам не полагаться на ручной анализ, а наиболее типичные задачи, которые выполняют аналитики или операторы системы мониторинга реагирования на инциденты автоматизировать. Соответственно, как я уже сказал, все IP у нас доступны в открытом виде. Для того, чтобы получить более подробное описание того, что из себя представляют IP, как с ними работать, получить примеры кода и так далее, можно зайти на портал DevNet по адресу developer.cisco.com, где, собственно, зарегистрировавшись, получить возможность поиграться с различными примерами кода, посмотреть на уже готовые примеры кода, посмотреть на то, как применять IP для автоматизации рутинных задач, которые возникают в рамках security operations, и как интегрировать между собой различные продукты в области информационной безопасности. То есть есть специальные онлайн-лабы, которые позволяют проверить ваши возможности и ваши навыки, не вредя своей собственной системе, то есть в некой такой виртуальной песочнице, которая развернута у нас на портале DevNet. Еще одна задача, которая также может быть решена с помощью API, это создание дашбордов. Дело в том, что, как вы знаете, каждый продукт Cisco содержит свои собственные мощные дашборды, которые построены по достаточно классическому принципу. Вначале основные, ключевые показатели деятельности системы, затем детальные показатели, раскрывающие KPI, но это все данные, связанные с конкретным продуктом. Нас же в данном случае интересует выстраивание целого процесса, что означает, что нам понадобится выдергивать данные из разных систем и где-то их консолидировать. Разумеется, это можно сделать с помощью какого-либо СИЭМа, но любой СИЭМ, к сожалению, обычно имеет некие предопределенные дашборды, которые далеко не всегда соответствуют вашим задачам, далеко не всегда позволяют показать, например, для того же самого бизнеса, что мы делаем. Поэтому нам, опять же, могут понадобиться API, которые позволят захватить данные из различных решений, представить их необходимым образом, а затем, собственно, загнав либо в какую-то систему визуализации, там это может быть Tableau, это может быть Splunk, это может быть, в конце концов, какой-нибудь Excel, мы можем визуализировать ровно то, что нам необходимо. Ну вот, например, здесь мы видим такую базовую отрисовку, на которую ушло где-то 10-15 минут, того, что бы мы хотели видеть в дашборде, связанного с неким центром мониторинга безопасности, соком. Мы видим динамику инцидентов, мы видим распределение инцидентов по типам угроз, там фишинг, малварь, дидос, АПТ, утечка данных и так далее. Мы видим количество инцидентов, привязанных к конкретным аналитикам СОКа, которые разбирают эти инциденты, трудозатраты, что автоматически ставит перед нами вопрос, откуда мы эти данные берем. Ну, соответственно, динамику инцидентов мы берем спокойно от решений ЦИСКа, но для этого мы должны эти данные консолидировать. Распределение инцидентов мы также берем от решений ЦИСКа, и мы должны их соответствующим образом консолидировать. А вот количество инцидентов, привязки к аналитикам и трудозатраты, это, соответственно, данные, которые мы должны уже брать из СОКовских систем, то есть из систем управления тикетами, время открытия тикета, время закрытия тикета, оценка времени на работу с тем или иным тикетом, привязка к конкретному аналитику и к типу инцидента. То есть это уже консолидированная информация от различных решений, которые использует безопасность. Если мы хотим привязать это к бизнесу, то есть к каким-то финансовым потерям, то понятно, что нам придется через тот же самый API брать данные уже от бизнес-систем, от ДБО, если мы говорим о финансовой отрасли, от CRM-системы, от систем управления цепочками поставки, если мы говорим о каком-то промышленном предприятии. Но идеология остается неизменной. То есть мы берем API, мы захватываем данные из нужных нам бизнес-систем и затем нужным образом их визуализируем. Единственное, что мы должны понимать, что мы будем отображать. Ну вот, например, если мы хотим отобразить инциденты в СУТПС с привязкой к бизнесу, то чисто техническую информацию нам дадут решения ЦИСКО-АЙС, ЦИСКО-ИСА-3000, это такой промышленный фаервол ИПС, которые нам дадут информацию о числе инцидентов. А вот данные, такой бизнес-направленности, это время простое и возможный ущерб по контрактам, который возникает из-за этого времени, непростой, нам могут дать только бизнес-системы, но к которым мы можем подключиться через API, интегрировав данные от средств ЦИСКО. Если мы хотим посмотреть и привязать борьбу с DDoS-ом к бизнес-показателям, то чисто технические данные по количеству инцидентов с веб-сайтом могут дать решение Firepower с VDP от компании Redway, которые являются частью Firepower и позволяют бороться нам с DDoS-ом. А вот бизнес-данные по времени простое, по числу потерянных клиентов и ущербу, который понесла компания из-за ухода клиентов, по объему недополученной прибыли можно получить только из бизнес-систем. Но опять же, получить это не так сложно, если мы знаем, где искать, и если мы знаем, как это делать, то есть у нас есть IP и доступ к такого рода бизнес-системам. То же самое касается снижения числа увольнений. Тоже, казалось бы, как здесь могут помочь решения ЦИСКО. На самом деле и E-mail Security, и Web Security Appliance позволяют нам отслеживать доступ, например, к сайтам для поиска работы, рассылку резюме и получение джоп-оферов. И если это выходит за рамки случайного захода на сайт HitHunter, а носит некий регулярный характер у сотрудника в течение нескольких дней, то это может означать, что сотрудник увольняется. Дальше, сопоставив данную техническую информацию от ЦИСКО e-mail Security и от ЦИСКО Web Security, мы можем увязать эти данные с данными HR, с данными по бизнесу конкретного сотрудника, который он генерит, и уже говорить о недополученной прибыли, если, например, сотрудник уволится, и у нас будет простаивать его вакансия, потому что среднее время простой вакансии в России составляет 2,5-3 месяца, что может, ну, в зависимости, конечно же, от роли сотрудника, привести к достаточно большим финансовым потерям. Еще один пример, это борьба со спамом, которую можно транслировать в бизнес-показатели, связав через API данные от e-mail security с данными от бизнес-систем, это возможность, связанность со снижением продуктивности, это потери от чтения спама, которые могут составлять достаточно кругленькую сумму в крупных организациях, а также затраты на хранение и передачу спама. Если вспомнить классическую статистику, которую ЦИСКО часто приводит в своих отчетах, что средний объем спама составляет в корпоративной переписке от 65 до 85 процентов, то весь этот спам должен где-то храниться. И если мы не используем средства защиты от спама, то на каждые 10 серверов, почтовых, 8, будет тратиться именно на хранение спама, что может оказаться достаточно дорогим удовольствием. Хотя за эти фразы меня всегда не любят наши коллеги из СОДовского департамента, которые как раз занимаются тем, что продают сервера. Мы же экономим затраты заказчиков, которым не надо покупать лишние сервера, снижая их количество, вычищая спам еще до того, как этот спам попадет на почтовые сервера. И это тоже как раз, эту информацию мы можем получить через API от средств защиты от ЦИСКО и МелСкьюрити и от различных айтишных систем, которые нам дают информацию и по количеству почтовых ящиков, и по затратам на хранение и передачу спама. Соответственно, для того, чтобы реализовать эту схему, нам нужно только одно, это наличие у систем API. У решений ЦИСКО такие API есть у каждого из решений, о чем говорил я и мои коллеги Руслан и Дмитрий. Остается только понять, какие API есть у тех бизнес-систем, которые используются в вашей организации. Но если это классические решения типа Оракла, САПа и тому подобных именитых игроков, то у них у всех есть соответствующие коннекторы и адаптеры, которые позволяют получать данные из них и, соответственно, коррелировать их с данными от средств защиты, которые нам могут быть получены с помощью API. Но вот здесь еще один пример, наверное, последний, который мне хотелось привести, связанный с дашбордами, где показана увязка различных систем с помощью API на одном таком немного упрощенном дашборде. То есть мы видим число пользователей, прошедших тренинг повышения осведомленности. Эти данные нам дает отдел кадров и HRM-система. Мы видим процент пользователей, сообщивших о фишинге, который прошел через систему защиты электронной почты. Это система кейс-менеджмента, какой-нибудь хеллп-деск нам это дает эти данные. Дальше мы видим процент внутренних нарушителей, которые осуществляют те или иные инциденты с электронной почты. Ну и эти данные мы можем коррелировать и увязать их опять же с какими-то бизнес-показателями, что находится за пределами этого слайда. Соответственно, получив с помощью IP данные, мы их можем уже загнать практически в любую систему визуализации данных, которая позволяет за счет различных формул отображать либо отчеты, либо строить дашборды в нужном нам разрезе. Здесь ключевой момент, что из решения сыска мы эти данные можем без проблем вытащить с помощью API, и портал DefNet показывает примеры того, как это можно сделать. Ну и наконец, последний, наверное, пример, который хотелось бы показать, связан он с применением чат-ботов в области информационной безопасности. На самом деле, если мы посмотрим на то, какие чат-боты существуют, то, выделив три основных примера чат-ботов, это Notifier или уведомители, которые реагируют на события в каких-то внешних сервисах и сообщают о результатах работы этих сервисов, контроллеры, которые, по сути своей, представляют из себя текстовую систему удаленного управления, например, создание тикетов в Jira, либо в системах типа Remedy или ServiceNow и так далее, или полноценные виртуальные помощники, то надо сказать, что на сегодняшний момент времени Cisco в основном концентрируется на первых двух уровнях чат-ботов, и средства защиты Cisco скорее выступают некими источниками данных для работы этих чат-ботов, то есть в наших непосредственных системах нет реализации чат-ботов, но наше решение при этом интегрируется с различными системами, которые чат-боты поддерживают, например, это Cisco WebEx Team, это платформа, которая может быть использована для коммуникации в рамках Security Operation Center, и многие наши заказчики используют эту систему для коммуникации внутри организации, в том числе и внутри команды в области информационной безопасности, и на портале Cisco WebEx Team можно найти немалое количество уже готовых чат-ботов под различные задачи, например, для интеграции со спланком, то есть в том случае, если на спланк заводятся какие-то средства защиты Cisco и появляются те или иные сигналы тревоги, то есть специальный чат-бот, который позволяет визуализировать сигналы тревоги не только на консоли спланка, но и в WebEx Team, и управлять этими сигналами тревоги, делая соответствующие запросы через чат-бота. Можно интегрировать WebEx Team с Jira, если управление инцидентами построено именно на Jira, там, заведение тикетов, обновление тикетов и так далее, то можно интегрировать тикеты Jira с WebEx Team, например, в том случае, если с помощью каких-то средств защиты Cisco, FirePower, либо E-mail Security, либо AMP, у нас подаются данные для создания тикета, и создается, собственно, полноценный инцидент, для которого заводится тикет, то информация об этом может у нас визуализироваться в WebEx Team, и мы можем управлять этими тикетами, модифицировать их, закрывать их, транслировать их, передавая другим членам команды Security Operations для разбора инцидентов. Ну и, наверное, последний пример это чат-боты для оценки состояния и работоспособности Umbrella, либо Miracle, то есть уже разработаны готовые чат-боты, которые позволяют контролировать работоспособность платформы Miracle, которая скоро будет доступна в России, контролировать работоспособность платформы Umbrella, а также, собственно, получать статус по отдельным пользователям, которые проходят и управляются, и защищаются с помощью Miracle и Umbrella. То есть это примеры того, как, собственно, можно интегрировать решение CISCO в более высокоуровневые коммуникации и взаимодействия, которые выстраиваются внутри команды Security Operations с помощью уже других решений CISCO, тех же самых решений по унифицированным коммуникациям. Вот, на этом мне бы хотелось завершить такой краткий рассказ о том, что представляют из себя сервисы по уведомлению в рамках Security Operations и как это можно преломить на решение CISCO. Мне хотелось бы сказать, что сегодня мы достаточно большое время, более трех часов посвятили только технологическому стеку решения CISCO, которые могут быть наложены на Security Operations. Понятно, что за пределами этого рассказа у нас остались вопросы о том, зачем мы это делаем и что хочет бизнес от выстраивания процесса Security Operations. Мы не поговорили вообще о том, сколько людей надо для того, чтобы выстроить процесс Security Operations наиболее эффективным образом, какое окружение или точнее в каком помещении, скажем так, как должны находиться люди из команды Security Operations и как, например, уровень давления в помещении влияет на эффективность работы, а также наличие освещения и кактусов на мониторах, как это влияет на эффективность реагирования на инциденты. Этому всему мы посвятим вторую часть нашего CISCO Security Operations Virtual Summit, которая пройдет уже в декабре этого года, то есть мы этим мероприятием закроем наш календарный год, но это не последнее мероприятие в серии виртуальных саммитов, о которых мы хотели бы вам рассказать. Дело в том, что у нас на следующий год уже есть планы по трём, как минимум, мероприятиям. Это мероприятие, посвященное управлению инцидентами, это мероприятие, посвященное искусственному интеллекту и различным технологиям машинного обучения, как это всё строится, для чего, как работает и как это может быть применимо именно в информационной безопасности, а также поговорим о ряде других тем, в том числе и ориентируясь на ваши вводные, поэтому, если у вас есть какие-то идеи, о чём вам хотелось бы услышать применительно к вот этой концепции виртуальных мероприятий, которые мы проводим, о каких технологиях, о каких процессах в области обеспечения безопасности вы бы хотели услышать, мы также попробуем учесть это в формировании программы наших мероприятий. На этом нам бы хотелось мне, Дмитрию и Руслану завершить наше виртуальное мероприятие, мы надеемся, что информация, которая была представлена на этом мероприятии, была вам полезна, что вы почерпнули что-то новое и сможете эту информацию использовать в своей практической деятельности по выстраиванию Security Operations. Если у вас остались какие-то вопросы по мероприятию, то вы можете задать их в секции CoinDay. Я ещё раз напомню, что в течение этой недели мы выложим на сайт и презентации и видеозапись, чтобы вы смогли уже более внимательно посмотреть их и соответствующие уведомления мы разошлём вам по тем e-mail, по которым вы регистрировались, а также выложим эту информацию в наших социальных медиа. Это в Twitter компании CISCO, в Facebook компании CISCO, а также я надеюсь, что Дмитрий, Руслан и я также выложим ссылки на это видео и на презентации в своих учётных записях, как минимум в Facebook. На этом собственно хотелось бы завершить мероприятие и если у вас остаются вопросы, то вы можете их ещё успеть задать в секции CoinDay, а если вопросов нет, то благодарим вас за участие. Спасибо, коллеги. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. .